итак запись началась я еще раз всех приветствую и мы начнем если у вас есть какие-то вопросы вы их подготовили например заранее вы можете их оставлять в чате я буду смотреть если они будут идти по уходу повествования то я буду встраивать ответы в свою лекцию если нет то я буду отвечать на них уже после вебинара до когда у нас попадет рубрика вопрос-ответ итак напоминаю что мы с вами сегодня собрались для того чтобы обсудить тему домашний уход для коррекции акне то есть весь наш тренинг посвящен одной проблеме которая к сожалению наверное одна из самых частых когда мы говорим про проблемы кожи это акне и сегодня мы с вами обсудим какие моменты мы можем скорректировать домашним уходом каким домашним уходом на а какие скажем так мы можем ли их лишь облегчить но устранить полностью к сожалению не можем и так сначала немного совсем немного скажем так уже итоговой информации по поводу того скажем так каких-то теоретических моментов когда мы говорим про кожу с акне а мы подразумеваем кожу себе профицитную то есть кожу склонную к жирности очень часто я встречаю вопросы что делать когда у меня акне на сухой коже и здесь нужно четко разграничивать что же что такое жирность кожи что такое сухость кожи и так себум или кожное сало мы еще его называем это очень важный компонент нашей гидролипидной мантии думаю что ни для кого не секрет что гидролипидная мантия это один из барьеров нашей кожи защитных барьеров нашей кожи любое изменение как качественное так и количественное нашего себума влечет за собой нарушение защитных функций кожи то есть много себума плохо а себум становится более густым тоже плохо то есть это все идет к нарушению барьерной функции и развитию воспалительных моментов в результате повышенного сало отделения развивается такое состояние которое получило название сиборея я думаю что с признаками жирной кожи многие из вас знакомы это жирный блеск расширенные поры это может быть даже наоборот отсутствие жирного блеска но при этом мы понимаем что кожа на сало настолько плотная что кожа даже липкая да то есть это тоже проявление жирности кожи когда мы говорим про жирность мы подразумеваем работу сальной железы жирность кожный жир себум до сальная железа это вот как раз таки тот скажем так участок нашей кожи который отвечает за жирность что же такое сухость сухость это состояние нашего рогового слоя поэтому когда мы говорим что у нас акне на сухой коже в принципе в этом нету ничего неправильного только многие почему-то относят это к работе сальной железы нет у вас может быть очень много кожного сала и при этом у вас может быть сухая кожа потому что сухость это про влагу в роговом слое жирность это про количество и качество себума эти два состояния могут присутствовать одновременно да то есть вы можете быть покрытым большим количеством себума и при этом испытывать дикую сухость поэтому одно другого не исключает при том что когда вы будете нормализовывать жирность то есть когда кожного сала вас будет становиться меньше то есть себопродукция будет приходить в норму то и проявление сухости будут исчезать почему мы сами дальше об этом конечно же поговорим и так характерными признаками кожи склонны к жирности или себопрофицитной кожи являются расширенные поры сальные нити черные точки жирный блеск иногда это наоборот матовость и липкость матовая сопровождается липкостью себорея еще раз это гиперпродукция кожного сала то есть когда у нас сальная железа продуцирует больше себума чем положено а чем больше себума тем быстрее меняется его жирно-кислотный состав что приводит дальше к неблагоприятным последствиям существует три физиологических пика активности сальной железы это первые три месяца жизни ребеночка да далее это пубертат и период плиты пред климакса скажем так и климакса личина причиной себорея является гормональный дисбаланс который связан с повышенной выработкой андрогенов иногда даже скажем так андрогенов может быть не повышенное количество да то есть вы сдаете анализ андрогенов у вас например абсолютно нормальное количество но при этом у вас например проседают эстрогены и поэтому на этом фоне получается что андрогены у вас превалирует поэтому очень часто бывает такое что в период предмена паузы женщины сталкиваются так называемым поздним акне что же такое расширенные поры также часто вопросы как не сузить пор и как не стереть пор и как не убрать пор и и так далее существует скажем так два вида расширенных пор если мы говорим про кожу склонную к жирности да то у нас пора расширяется да она физиологически больше у кожи склонных жирности и она у вас такая кругленькая и естественно мы можем немножечко ее подсудить немножечко ее подчистить но а сделать так что у вас на лице не будет видно пор это невозможно поэтому не нужно скажем так зацикливаться на этом то есть многие пытаются хоть как-то это что-то сжать но это скажем так размер поры это физиологический фактор поэтому изменить его достаточно сложно практически невозможно также у нас бывают расширенные поры на возрастной коже под действием гравитации как мы знаем кожа у нас опускается вниз и естественно пора тоже растягивается но только она растягивается не скажем так в круг она растягивается в капельку и здесь нам на помощь приходят продукты которые направлены на уплотнение кожи до на легкий лифтинг то есть если кожа подтягивается если кожа уплотняется следовательно и наша вот эта вот каплевидная пора тоже подтягивается когда мы говорим про расширенные поры также рука об руку идут такие понятия как сальные нити да и открытые открытые комедоны прошу прощения черные точки если с черной точкой можно и нужно бороться то сальная нить как и пора как размер вашей поры это момент физиологический да то есть это то что дано вам генетикой то есть если у вас кожа склонна к жирности то сальные нити так или иначе будут присутствовать на вашем лице это проявление нормы я сейчас включу указочку вот здесь мы видим сальные нити то есть это не патология это не то что нужно срочно устраняет срочно выдавливать то есть вот с этим состоянием люди иногда ходят на чистки им там реально что-то чистят да многие говорят я вот использую двухэтапное очищение я использую салициловую кислоту вот я умылась у меня это не видно проходит несколько часов и у меня все равно появляются сальные нити да они у вас будут появляться потому что это ваша физиология сделать пору кристально чистой узкой как у младенца не получится да то есть это норма это ваша физиология когда мы говорим про черные точки это не норма да то есть это идет уже закупорка и вот с этим как раз таки бороться необходимо и можно то есть поэтому учимся различать два этих состояния вот здесь не нужно ничего давить здесь не нужно ходить на чистки не нужно ничего выковыривать потому что вы можете лишь травмировать свою кожу привести это все куперозу да и заработать несколько шрамов а вот с этим состоянием да действительно нужно бороться акне 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 это мультифакторное заболевание да если вы смотрели предыдущие лекции то вы помните что это значит поэтому когда говорят какая у меня причина почему у меня высыпание нет одной причины потому что акне это домик который складывается из нескольких частей это заболевание сальных желез когда мы говорим про акне то есть говорить о том что у меня акне потому что у меня желчный пузырь больной или загнутый у меня акне потому что у меня там нацморк и так далее нет акне как диагноз относится к сальной железы то есть это заболевание сальной железы у которого достаточно большое количество причин до который к сожалению к этому приводит главная причина ключевой фактор развития акне это генетическая предрасположенность то есть это то с чем мы рождаемся но не факт что если у вас есть генетическая предрасположенность у вас разовьется акне и наоборот если генетической предрасположенности нет это не значит, что вы просто защищены и помазаны от акне. Нет. Но генетическая предрасположенность является ключевым фактором. То есть, если в вашей семье были родственники, у которых было акне, например, мамы, папы, дяди, братья, да, и чем более тяжелое течение акне было у ваших ближайших родственников, тем выше шанс, к сожалению, развития акне и у вас. Фоном для развития акне является сибория, о которой мы уже с вами говорили, то есть усиленная продукция кожного сала. Меняется состав кожного сала, это приводит к излишней кератинизации, то есть гиперкератозу. Когда у нас случается гиперкератоз, устья сальной железы закупоривается, да, там создается анаэробная среда, то есть без доступа к кислороду. А как мы помним, Qtibacterium acnes – это как раз-таки бактерии, которые живут в анаэробной среде. И вот как раз-таки, когда происходит закупорка поры, пищи для Qtibacterium acnes становится больше, вследствие чего начинают развиваться патологические штаммы. То есть в норме Qtibacterium acnes присутствуют на поверхности нашей кожи, то есть они несут положительную функцию, но это в норме. И когда их небольшое количество, когда их становится много, когда появляются патогенные штаммы, к сожалению, развивается и воспалительный момент. В составе кожного себума появляются нехарактерные для него жирные кислоты, то есть меняется его жирно-кислотный состав. Это влияет и на себациты, которые в свою очередь влияют на кератиноциты и провоцируют воспалительную реакцию. То есть мы здесь получаем замкнутый круг и, к сожалению, ходим-ходим-ходим по кругу. Поэтому, когда мы говорим про коррекцию акне, мы должны устранять все звенья. У больных с акне изменяется состав поверхностных липидов, как межклеточных, так и тех, которые входят в состав кожного сала. Заметно снижается количество линолевой и линоленовой кислот. То есть чем больше себума, тем меньше в них линолевой кислоты, а это именно та жирная кислота, которая необходима нам для целостного защитного барьера. В межклеточных липидах рогового слоя максимальное количество линолевой кислоты содержится в ацетилцерамидах. При их дефиците у нас наблюдается повышенная чувствительность себацитов к медиаторам воспалений. Что это значит? Это значит, что когда у нас идет яркий дефицит линолевой кислоты, у нас в коже не хватает материалы для построения ацетилцерамидов. Если у нас не хватает ацетилцерамидов, себациты начинают активнее воспринимать сигналы о воспалении и начинают свою провоспалительную деятельность. То есть все завязано, все друг на дружке, нет какой-то одной причины. Поэтому, когда мы говорим про коррекцию акне, мы всегда начинаем с восстановления барьерных функций кожи. При акне происходит изменение в соотношении жирных кислот в коже. Дефицит линолевой кислоты, как я уже сказала, приводит к защелачиванию кожи и нарушению барьерной функции. Защелачивание кожи приводит к развитию патогенной микрофлоры. Напоминаю, что наша дружелюбная микрофлора любит слабокислую среду. То есть в идеале от 4 до 5. 5,5, вот этот вот стандартный показатель, это у нас показатель зоны подмышки. Если мы говорим про кожу лица, то это в районе 4,7-4,9 в идеале. И тогда наша дружелюбная микрофлора прекрасно себя чувствует. Если происходит защелачивание, наша дружелюбная микрофлора встает колом, то есть она не может качественно работать. А вот патогенные штаммы для них это положительная, скажем так, почва для развития. Нехват клинолевой кислоты также приводит к нарушению процессов ороговения в устье сально-волоксинового фолликула, что в свою очередь приводит к закупорке. В коже также снижено содержание витамина Е, поэтому очень важно поддерживать кожу в период лечения акне и антиоксидантами. Мы дальше об этом будем говорить, но не нужно воспринимать эту информацию, что нужно срочно покупать сыворотку с витамином С или с астоксантином. Нет, антиоксиданты должны присутствовать, но это не те активы, на которые мы будем делать ставку. То есть мы ставим немножко на другие активы, о которых мы с вами сегодня поговорим. А антиоксиданты просто так или иначе, побочным, скажем так, моментом, должны присутствовать во всех практически продуктах, которые вы используете. При акне происходит изменение в экспрессии белков, которые участвуют в процессе ороговения, например, филогрина и ферментов, которые необходимы для качественного и своевременного отшелушивания. К сожалению, что опять-таки приводит к гиперкератозу и закупорке пор. Роговой слой утолщается, нарушается его внутренняя организация, он больше не способен качественно выполнять свои барьерные функции, не может удерживать влагу и легче пропускает патогены, которые идут снаружи. Анатомическое строение сальных желез у нас обусловлено генетикой. То есть форма вашей сальной железы, она генетически обусловлена. То есть вы с ней рождаетесь. И как показывает практика, у людей с акне сальные железы более узкие и извилистые. Поэтому частый вопрос, почему у меня акне, почему у меня воспаление все на одном и том же месте. Вот то есть прыщ прошел, проходит там несколько недель, опять вот в том же самом месте. Это значит, я не долечила? Нет, это значит, что скорее всего в данном месте у вас сальная железа узкая и извилистая. Сепому достаточно тяжело вытекать наружу, особенно если он у вас немножко загущен, то есть меняется его состав, ему в принципе тяжело прорваться. Если еще железа узкая, извилистая, ему просто тяжело найти выход наверх и излиться на поверхность. Поэтому он, скажем так, приводит к закупорке вашей поры. И далее там образуется микрокомедон, который далее эволюционирует в другие какие-то акнеэлементы. Поэтому это не значит, что это место у вас там, я не знаю, какое-то проклятое, вы его не долечили, или что, не дай бог, это значит, что у вас там больная пятка, палец, почка или еще что-то. То есть карты прыщей не существует, она не доказана абсолютно никем и никак. Это просто говорит о том, что у вас на данном участке кожи, скорее всего, идет, скажем так, как не самой правильной формы сальная железа. Итак, мы с вами плавно подобрались к степени тяжести акне. И давайте еще раз проговорим этот момент. Если мы говорим про первую и вторую стадию, то есть легкой и средней тяжести, то здесь мы можем говорить о том, что можно попробовать скорректировать данное состояние при помощи косметического ухода, то есть при помощи домашнего ухода. Если мы касаемся легкой стадии акне, то здесь, в принципе, я сторонник того, что если у нас есть силы, желания и возможности поработать при помощи качественной косметики, то я за нее, да, то есть если можно попробовать решить проблему мягко и деликатно, а не прибегать сразу же, например, к топическим ретиноидам или к сочетанию дополен плюс бензоэлпероксид, да, то есть к тому, что просто выжигают кожу напалмом, то, наверное, я все-таки сторонник того, что данную степень акне можно корректировать при помощи домашнего ухода. Когда мы говорим про среднюю степень тяжести, здесь уже вероятность, она снижается, да, то есть мы можем комбинировать, если у вас, например, достаточно большое количество комедонов, да, так называемая комедональная форма акне, она, к сожалению, поддается коррекции очень тяжело. Если у вас огромное количество, да, там не 10, не 20, а прям много закрытых комедонов, то говорить о коррекции чисто косметикой я бы, наверное, все-таки, ну, попробовать можно, но это будет достаточно дорогой уход, как показывает практика. Если у вас нет времени, если у вас нет культуры ухода, если у вас нет желания, если у вас нет финансовых средств, каких-то моральных средств, да, то, наверное, лучше все-таки обратиться к дерматологу для назначения топической терапии. Но если сила, желание, время, средства есть, то можно попробовать скорректировать это и также при помощи косметического ухода. Если мы говорим про тяжелую, про, конечно, очень тяжелую здесь, естественно, вы идете к дерматологу. Скорее всего, будет рассмотрено, если у вас, например, особенно есть склонность к крупцеванию, на это обращается всегда внимание, если у вас есть повышенная склонность к крупцеванию, то, скорее всего, первая линия у вас будет системные ретиноиды, особенно если мы говорим про очень тяжелую степень акне. И там, конечно же, уходом мы будем минимизировать и корректировать вот этот вот выжигающий момент. Поэтому нужно стараться трезво оценить исходную ситуацию и те возможности, и те силы, которые вы готовы потратить на коррекцию акне. Если появляются вопросы, приветствую всех, кто присоединяется. Если у вас появляются вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. И мы с вами переходим плавно, то есть, скажем так, резюме по поводу этиологии, причин. Скажем так, у нас была лекция терматолога, я все это еще раз резюмировала. И теперь мы с вами переходим к основной теме нашего сегодняшнего вебинара. Это домашний уход для коррекции акне. И, естественно, как вы уже поняли, защитный барьер играет в этом моменте очень весомую роль. Как и в принципе в любом, скажем так, косметическом недостатке кожи, любом заболевании кожи, защитный барьер – это всегда то, на что мы обращаем свое внимание в первую очередь. То есть, если мы не занимаемся защитным барьером, то ждать какого-то улучшения, к сожалению, будет достаточно трудно. Итак, еще раз краткий ликбез. Что такое защитные функции кожи? Это гидролипидная мантия, это микробиота нашей кожи и это липидный барьер. Давайте по порядку. Гидролипидная мантия или мантия маркионини, или кислотная мантия, как ее еще иногда называют, это смесь секретов потовых и сальных желез. То есть, это смесь, грубо говоря, пота, влаги и кожного себума, которые эмульгируются при помощи поверхностных церамидов. То есть, церамида выступает в качестве эмульгатора. Это как крем. У нас есть водная фаза из пота, жировая фаза, масляная фаза из себума. И у нас есть эмульгатор в виде церамидов, который все это эмульгирует в так называемую гидролипидную мантию. Именно гидролипидная мантия имеет pH, который мы считаем физиологичным для нашей кожи, в районе 4-5, ну, короче, от 4 до 5. Вот этот наш идеальный физиологический pH нашей кожи. И именно здесь живет тот самый микробиом, который мы с вами постоянно поддерживаем. Мантия покрывает весь роговой слой и служит первой линией защиты. Естественно, гидролипидная мантия страдает всегда при контакте с водой, при контакте с очищающими средствами. Но если у нас все хорошо с липидным барьером, с защитными функциями кожи, то гидролипидная мантия восстанавливается достаточно быстро. То есть, максимум за 2 часа. Если все с кожей хорошо, то намного быстрее. pH поверхности, да, еще раз, как я сказала, оптимальным считается 4-7-5. Чем кожа жирнее, тем ее pH выше. Да, то есть, он стремится туда, в щелочную среду. При оптимальном уровне pH не нарушается работа серийного протеаза, который находится у нас в коже и отвечает за правильное отшелушивание. Также данный уровень pH является оптимальным для поддержания здоровья нашего микробиома. Роговой слой состоит из чешуек, корнеоцитов, да, помним, на поверхности у нас корнеоциты. Это те самые керотиноциты, которые потихонечку-потихонечку дошли до верха, лишились ядра, лишились органелл и вывернулись, да, в каком-то определенном периоде, когда они проходили все эти стадии, когда они выворачиваются, они выпускают как раз-таки вот эти вот липиды и выпускают черные гранулы, которые содержат натурально увлажняющий фактор. То есть, когда наш керотиноцит выворачивается, он создает все необходимые компоненты для нашего липидного барьера, и на поверхности уже лежит такой защитной чешуйкой. А пространство между этими чешуйками заполнены структурой, которая известна нам как липидный барьер рогового слоя. Липидный барьер предотвращает избыточную потерю влаги и предупреждает проникновение в кожу различного рода патогенов. К липидам рогового слоя относятся церамиды, свободные жирные кислоты, холестерин и его эфира. Они находятся в эквимолярном соотношении, то есть один к одному к одному. На одну молекулу церамида идет одна молекула холестерина и одна молекула жирной кислоты. Восстановление барьерной функции на 60% при должном уходе происходит за 12 часов, полное восстановление за 72 часа. Но нужно понимать, что мы подвергаем наш защитный барьер опасности, грубо говоря, каждый божий день. То есть каждый день мы контактируем с водой, мы контактируем с косметическими продуктами, мы контактируем с ультрафиолетом, с загрязнениями воздуха, с огромным количеством раздражающих факторов. Поэтому поддерживать липидный барьер также необходимо каждый день. Микробиом нашей кожи. Микробиом – это совокупность всех микроорганизмов, живущих в организме человека и их генома. Микробиота – это совокупность всех микроорганизмов, которые проживают на коже человека. Сообщество микроорганизмов, находящееся в отдельной среде. То есть микробиота, когда мы говорим про кожу, мы оперируем словом микробиота. Микробиота бывает резидентная, то есть постоянная микрофлора, которая присутствует на нашей коже, факультативная или условно-патогенная микрофлора. Как раз-таки к условно-патогенной микрофлоре мы относим, например, кьюти-бактерию магнез, мы относим клеща демодекса. Это все условно-патогенная микрофлора. И есть небольшой процент транзиторной, то есть случайной микрофлоры, которая попала к нам при контакте, например, с другим человеком или при иных каких-то контактах. Она чаще иногда даже не задерживается у нас на коже. Итак, давайте разберем базовый уход. Это то, на что далее мы с вами будем накладывать уже активные компоненты. То есть сначала необходимо выстроить базовый уход. Это мягкое очищение, мягкая деликатная эксфолиация, корнеотерапия, ацидотерапия, поддержка микробиоты нашей кожи, успокоение кожи, потому что, к сожалению, акне – это проявление чувствительности. Да, это всегда хроническое воспаление. Хроническое воспаление всегда подстегивает и пигментацию, и по кругу запускает, да, вот этот воспалительный момент. То есть пока мы не уберем воспаление в коже, пока мы ее не успокоим, далее работать будет достаточно тяжело. Ну и, естественно, защита от ультрафиолета, потому что ультрафиолет, к сожалению, очень пагубно влияет на нашу положительную микрофлору, вследствие чего патогенная микрофлора начинает развиваться с усиленными масштабами. Итак, очищение. Первый этап очищения – гидрофильное масло или гидрофильный бальзам. Почему я не называю мицеллярную воду? Мицеллярная вода также, конечно, может применяться, но важно понимать, что мицеллярная вода изначально была создана для людей с атопичной кожей, чувствительной кожей, и она содержит очень маленькое количество поверхностноактивных веществ. То есть там достаточно маленькое количество паф. И говорить, что она может поработать с очищением пор, качественно очистить кожу от тех жирорастворимых загрязнений, косметика, санскрин, уход ваш, например, с силиконами – нельзя. Поэтому вот здесь, как никогда, гидрофильное масло, гидрофильный бальзам будут актуальны. И если мы говорим про кожу, склонную к акну, про кожу, склонную к жирности, то есть компоненты, скажем так, которые можно искать в составе, которых можно не бояться. Эмоленты такие, капри-капри-электриклицерид, вот эти вот прекрасные непроизносимые сейчас для меня, прошу прощения, названия, они также очень часто составляют базу гидрофильного продукта, ну и, естественно, масла. Растительных масел в составе гидрофильного бояться не нужно, но важно, скажем так, искать те масла, которые будут актуальны нам по жирно-кислотному составу. Это масло оливы, подсолнечное, подсолнечное максимально сродно нашей коже. Овсяное, арахисовое, абрикосовое, сафлоровое масло, рисовое, фисташковое, масло авокадо, лесного ореха и сои. То есть это те масла, которые нам актуальны для, скажем так, кожи склонной к жирности. И чаще всего гидрофильные продукты представлены либо на оливке, подсолнечном масле, сафлоровом масле и на масле сои. Вот чаще всего они встречаются у нас в составе гидрофильных масел. И бояться их однозначно не нужно. Вот пример, например, например, да, прошу прощения за таптологию, одного из масел, которое прекрасно подходит для кожи, склонной к жирности. Здесь у нас масло абрикосовой косточки, каприкаприловые, триглицериды. Данный компонент является эмульгатором. Помним, что гидрофильное масло, оно содержит эмульгаторы, которые помогают как раз-таки маслу при контакте с водой эмульгироваться и уходить с кожи. Поэтому эмульгаторы обязательно должны быть. Здесь также масло подсолнечника. Здесь у нас есть масло барага. Масло барага барага это масло, которое очень полезно для кожи, склонной к жирности и акне. Ну, понятное дело, что это все смываемые продукты, но также важно подходить к выбору смываемого продукта, а не просто брать, например, масло на основе минерального. То есть я не сторонник, да, сжечь минеральное масло на костре, но если мы говорим про кожу, склонную акне, мы должны максимально минимизировать триггеры, которые могут привести к дальнейшим каким-то провоспалительным моментам. Здесь также мы видим соевое масло, да, мы видим прекрасный непроизносимый компонент, масло оливы, да, поэтому также прекрасное масло для кожи, склонной к жирности и акне. Далее, второй этап очищения. Здесь мы стараемся выбирать мягкие пенки или мягкие гели. Еще раз проговорю, я это говорила уже огромное количество раз, вот это пример не мягкого очищения. Здесь мы видим омыленные жирные кислоты. Что это значит? У нас есть жирные кислоты, пальмитиновая, лауриновая, стеариновая, меристиновая. Это жирные кислоты, которые при омылении гидроксидом калия, это щелочь, дают подобие жидкого мыла. То есть это пенки, которые очищают до скрипа и дают огромное количество пены. Вот эти классические пенки, которые есть и в азиатской культуре, и в европейской тоже. Но вот это ощущение до скрипа, это плохо. Такого ощущения после очищения не должно быть ни у какой кожи. Если у вас есть ощущение скрипа, это значит, что вы вымыли слишком большое количество липидов с кожи. То есть это все будет приводить к сухости, к раздражению и к провоспалительным реакциям. Поэтому подобные очищающие продукты, плюс они имеют достаточно высокий PH, в районе 8-9, иногда 10, то есть это очень щелочной PH, и для кожи это не физиологично. Также часто спрашивают, ну смотрите, они же, вот например, вот здесь есть бетаин, да, есть еще другие мягкие эмульгаторы. Как показывает практика, ни один мягкий эмульгатор, даже если он идет прям сразу после этих жирных кислот, он не может это все компенсировать. Даже если вы туда 10 потом мягких эмульгаторов запихнете, вот это ваша база, и эта база жесткая и не физиологичная, поэтому нет спасти, к сожалению, утопающего мы здесь не можем. А вот пример мягкого очищения, да, здесь у нас есть прекрасные мягкие эмульгаторы, Павы, прошу прощения, да, вот еще один, витаины, да, то есть это мягкие Павы, которые будут давать мягкое деликатное очищение. Также мягкое деликатное очищение может быть и с кислотами, да, в составе, но еще раз, важно смотреть на те Павы, которые у вас присутствуют, да, у вас здесь есть миндальная, например, салициловая кислота, молочная кислота, они будут даже ПАЖ немножечко понижать, работать как антибактериальная добавка, смягчать очищающий продукт, то есть это тоже имеет место быть как мягкий состав. Корнеотерапия, да, восстановление нашего липидного барьера, и здесь часто я слышу жирные, жирной коже не нужны кремы, жирной коже нельзя масла и так далее, нет, можно и нужно, но только нужно правильно подходить к выбору этих продуктов. Что же такое корнеотерапия? У нас есть учение о роговом слое, это корнеология, от слова стратум корнеум, роговой слой. Корнеотерапия это раздел дерматологии и косметологии, который занимается восстановлением рогового слоя эпидермиса, то есть нас в барьерных функциях кожи интересует именно роговой слой. Термин был впервые предложен американским дерматологом Альбертом Клигманом еще в середине 60-х годов, но вот сейчас с развитием микробиом френдли ухода, микробиома, с развитием вот этой физиологии ухода, что она должна быть мягкая, деликатная, что мы должны поддерживать, устанавливать нашу кожу, корнеотерапия она прямо вот сейчас на коне. Липидный барьер, как же мы его восстанавливаем? Помним, что у нас есть физиологические липиды, которые находятся в роговом слое, церамиды, полистирол, жирные кислоты, они, скажем так, в здоровой коже находятся в эквемолярном соотношении 1-1-1, но если у нас есть какая-то проблема с кожей, например, акне, то эта пропорция немножечко должна быть скорректирована, потому что при акне, как мы знаем, у нас снижается количество линолевой кислоты, и, следовательно, мы должны компенсировать это, и наша пропорция будет выглядеть не 1-1-1, да, то есть мы не будем прям вот, ну как, в идеале, конечно, вы это по составу особо никогда не поймете там в процентном соотношении сколько всего, в идеале мы ищем, чтобы присутствовали все необходимые нам физиологические липиды, но обращая внимание на масла, которые богаты, прошу прощения, которые богаты линолевой кислотой, то есть наша основная задача это делать упор на незамедимых жирных кислотах. церамиды, правильно произносятся церамиды, да, от слова церебру, их присутствует достаточно большое количество, и все важны, все нужны, поэтому в идеале в составе продукта должны присутствовать несколько видов церамидов, 3, 4, 5 и больше, то есть это вот прям, если вы видите какой-то 1, чаще всего, если мы видим 1, то это у нас третий церамид, церамид НП, то есть он самый популярный, и он дает такую достаточно поверхностную работу, то есть он мало работает на перспективу, а вот, например, церамид 1, как мы помним, он нам, он очень необходим, то есть самый ацетилцерамид, потому что именно из-за нехватки ацетилцерамида ацетилцерамида у нас дальше идет весь каскад, о котором мы с вами поговорили ранее, поэтому старайтесь выбирать продукты, которые содержат несколько видов церамидов или их прекурсоры, что же это такое, с точки зрения состава мы можем искать либо сами церамиды, либо свингамиелин, лицетин, фосфолипиды, это все прекурсоры, то есть это то, из чего потом наша кожа самостоятельно будет синтезировать церамиды, с точки зрения если мы ищем жирные кислоты, также мы можем смотреть три глицериды, каприкаприловые и фосфолипиды, холестерол также может быть заменен фитостеролами, ненасыщенные жирные кислоты, которые нам необходимы для восстановления липидного барьера, так называемый витамин F, что же такое витамин F, это у нас арахидоновая, линолевая и гамма-линоленовая кислоты, они часто могут встречаться прямо в чистом виде в продукте, есть такой комплект, который называется витамин F, либо же мы ищем данные жирные кислоты в составе тех масел, которые, скажем так, ими обладают. Холестерин, холестерол, это одно и то же, то есть ранее фигурировало название холестерин, сейчас принято его называть холестеролом, также мы можем искать, как я уже говорила, в составе фитостерола. Сквалан, сквален также присутствуют в липидах нашей кожи, вернее, в нашей коже присутствует сквален, и, к сожалению, товарищ очень сильно подвержен окислению, а пероксиды сквалена, то есть окисленный сквален, продукция окисления сквалена, они, к сожалению, могут обладать провоспалительной, то есть они могут провоцировать воспалительную реакцию, ну и плюс в косметике он очень нестабилен, поэтому был разработан такой компонент, как сквалан, он вот как раз-таки не окисляется, он стабилен, но, к сожалению, не обладает такой мощной антиоксидантной способностью, как сквален. Ну, то есть здесь нужно выбирать, да, и, скажем так, взвешивать все за и против. Но сквалан очень классный, мягкий и физиологичный эмолент. То есть то, что придает коже мягкость и гладкость. Ну и, конечно же, основа крема, да, то есть то, во что замешиваются все необходимые нам компоненты. И основа крема тоже очень важна. Существует у нас прямая эмульсия, да, ну, два основных типа, прямая и обратная. Вот прямая эмульсия – это масло, немножко масло, добавленное в воду. Это самый популярный тип эмульсии, который присутствует, ну, практически большинство у нас продуктов на рынке – это прямая эмульсия. Она мягкая, она более увлажняющая, но она дает эффект увлажнения в моменте, но пролонгирована, к сожалению, на качественное хорошее увлажнение и на восстановление барьерной функции не работает. Обратная эмульсия лучше, но она плотнее, и очень часто, например, кожа склонных жирности обратной эмульсии не подходит. И, естественно, в последнее время стали набирать обороты так называемые ламилярные эмульсии или жидкокристаллические эмульсии. Они максимально физиологичные, они являются прекрасными системами доставки для активных компонентов, плюс они хорошо увлажняют кожу и восстанавливают защитный барьер. Ламилярная эмульсия – это эмульсионная система, в которой капли масла окружены водно-масляной фазой, которая организована в виде таких липидных жидкокристаллических пластов. Их называют ламеллы, отсюда и название – ламилярная эмульсия. Поскольку пластов много, такую эмульсию также еще называют мультиламилярная эмульсия или МЛИ. На поверхности кожи липиды ламилярной эмульсии встраиваются в межклеточные липиды. Поскольку их состав близок к нашей коже, то они их не разрушают, а наоборот латают дыры и восстанавливают. Часто сейчас фигурирует такое мнение на просторах Инстаграма, что ламилярная эмульсия – это как просто заплатка, она ничего не восстанавливает, она ничего не делает, просто затыкает дырки. Нет, даже голая ламилярная эмульсия способна качественно восстанавливать защитный барьер. То есть это не просто какая-то заплатка, это качественное, хорошее орудие для восстановления нашего липидного барьера. Как распознать средства на основе ламилярной эмульсии? Первое – это, естественно, заявление производителя, то есть это очень-очень важно. Мы можем видеть в составе ламилярные эмульгаторы, но не знать, как эта эмульсия производилась. Было там необходимое оборудование, соблюдался ли необходимый режим размешивания. То есть все-таки основным, конечно же, является заявление производителя, и желательно это уточнять, либо находить где-то. А наличие гидрогенизированного лицетина в составе также может нам намекать на то, что там возможна ламилярная эмульсия. Ну и плюс наличие ламилярных эмульгаторов. В ламилярной эмульсии отсутствуют пэги, потому что они, к сожалению, не дают ламилярной эмульсии держаться. И отсутствие полисорбата в начале состава. То есть они могут присутствовать где-то в самом-самом-самом конце и идти как побочный компонент других активов, например, каких-то растительных экстрактов. Но если вы видите в первой десятке компонентов полисорбат или пэги, то здесь, конечно, ламилярной эмульсии никакой нет. Здесь на данном слайде презентация у вас обязательно останется, вы можете потом все это приблизить, рассмотреть. Здесь представлены все возможные на данный момент ламилярные эмульгаторы, которые используются для создания ламилярных эмульсий. И здесь я привела примеры ламилярных эмульсий, которые актуальны именно для кожи жирной проблемной. Это максимально базовые продукты, максимально облегченные, максимально лишенные какого-либо активного компонента. То есть они направлены на увлажнение, восстановление защитных функций. Есть побочные, например, компоненты успокаивающие или компоненты, которые борются, например, с антиполюшин. Но они максимально базовые, то есть вы можете спокойно их комбинировать с любым уходом. И они достаточно легкие, то есть они хорошо подойдут для кожи склонных к жирности. Но не нужно ставить крест, например, на прямых эмульсиях и гоняться только золомилярными. Есть и неплохие прямые эмульсии. Например, вот здесь прямая эмульсия на достаточно мягких физиологичных эмульгаторах. Это цитилфосфат и цитиорил алкоголь. Это жирный спирт, его не нужно бояться. Он мягкий, он смягчает, увлажняет кожу. Также цитилфосфат. Это лицетиноподобный эмульгатор, который также достаточно сродный нашей коже. Поэтому данная эмульсия, то есть она будет максимально также физиологична. Да, она не будет так восстанавливать наш защитный барьер, но она может внести в себе иные компоненты, которые будут актуальны. Например, данный продукт можно отнести к нейрокосметике, потому что здесь есть комплекс, главная звезда которого – это вот этот прекрасный экстракт грибочков, который влияет на TRPV-рецепторы. То есть он не просто успокаивает кожу, он влияет на нейросистему кожи. То есть это более мощное и таргетированное успокоение. Как мы помним, это очень важно для работы с акне. Итак, резюмируя, что мы делаем для восстановления защитного барьера? Нам нужен липидный матрикс – это растительные масла или они богаты незаменимыми жирными кислотами, либо же это сами незаменимые жирные кислоты, например, тот же самый витамин F. Это физиологические липиды, церамиды, холестерол, жирные кислоты и ламеллярные эмульсии. Это вот то, что отвечает за, скажем так, жирную фазу. Ой, в ламеллярки не попали. И компоненты натурального увлажняющего фактора, потому что это не просто насыщение кожи какой-то влагой. В моменте это такое каскадное увлажнение, это пролонгированное увлажнение. То есть это то, что будет способствовать такому постепенному и качественному увлажнению кожи и насыщению ее влагой. Ацидотерапия. Что же это такое? Это ответвление от корнеотерапии, которая занимается изучением влияния PH на состояние поверхности нашей кожи. Напоминаю, что гидролипидная мантия – это как раз-таки тот участок, который имеет необходимый нам в идеале физиологичный PH. То есть это от 4,6 до 5,6. И именно здесь живет та самая микробиота кожи, которую мы с вами подкармливаем. И помимо подкисления, то есть использования ацида, это слово «acid» – кислота, помимо использования каких-то кислотных продуктов топически, также здесь идет работа на себорегуляции, то есть работа на снижение жирности кожи, следовательно, из более щелочного мы будем приходить в более кислотный показатель PH, а также использование пре-постбиотиков, любых биотиков, которые будут благоприятно влиять на нашу дружелюбную микрофлору, когда мы будем ее поддерживать, она будет самостоятельно работать на выравнивание PH и на угнетение патогенной микрофлоры. И здесь мы плавно подошли к микробиоте нашей кожи. Существует такое понятие, как пробиотики, и очень часто ранее мы оперировали им, когда говорили касательно косметики. Но пробиотики – это живые микроорганизмы, использование которых приносит положительные эффекты для человека. Это их международное определение. Пробиотики не используются в косметике, то есть они запрещены, потому что тогда мы не можем гарактировать микробиологическую безопасность косметического продукта. И нужно запомнить, в косметике пробиотиков нет. В косметике есть постбиотики или парапробиотики. Что такое парапробиотики? Парапробиотики – это цельный микроорганизм, но он умерщвленный. То есть он целенький, нераздобленный, но мертвый. А постбиотики – это, скажем так, есть у нас какая-то бактерия, она подчекана. То есть есть какие-то органеллы, стенки, то есть она подчекана. Это как раз-таки постбиотики. И вот в косметике, в большинстве своем, сейчас используются именно постбиотики, структурные части и органеллы, которые сохраняют генетический материал живой клетки. То есть они обладают противовоспалительным действием, и наша кожа, за счет того, что они несут генетическую, скажем так, историю от живого микроорганизма, наша кожа его воспринимает как родственного. Она понимает, что с ним делать. В косметике используются либо лизаты, если мы говорим про постбиотики, либо фильтраты. Лизаты получают при помощи ферментированного гидролиза. Они богаты антимикробными пептидами, аминокислотами, полисахаридами, венаминами. У лизатов достаточно мутный цвет, как вы можете увидеть здесь на слайде. И есть осадок, который состоит как раз-таки из этих клеток органелл. Если нужен более презентабельный вариант, делают фильтрат. То есть все это отфильтровывают, и остается достаточно прозрачная водичка. То есть понимаем, что такое лизат, что такое фильтрат. Также к постбиотикам можно отнести продукты жизнедеятельности микроорганизмов. То есть какие у них продукты жизнедеятельности. Это молочная кислота, гиалуроновая кислота, аминокислоты. Найти постбиотики в составе косметических средств достаточно легко. У них на конце чаще всего идут лизаты или фильтраты. Пребиотики. Что же такое пребиотики? Пребиотики – это пища. Чаще всего углеводы для дружественного нам микробиома. Они способствуют только росту дружественной микрофлоры. К ним относятся полиолигосахариды, инулины, простые сахара, длинноцепочечные бета-клюканы, аминокислоты и многоатомные спирты. Чаще всего встречаются вот такие пребиотические моменты в составах косметических средств. Ну и защита от ультрафиолета. Без нее некуда. Напоминаю, что ультрафиолет очень пагубно сказывается на коже и на коже с акне в том числе. Когда мы говорим про защиту от ультрафиолета, напоминаю, да, есть огромное количество у меня материалов даже бесплатных про поводу ультрафиолета, поэтому я не буду сильно на этом останавливаться. Если вопросы останутся, я на них отвечу. Напоминаю, что у нас есть две группы фильтров – физические или, как их еще называют, минеральные и органические или химические. К физическим фильтрам относятся оксид цинкодиоксид титана. Если мы говорим про кожу поврежденную, про кожу чувствительную, то в формате нано я бы не рекомендовала данные фильтры, а в обычном не наноформате – окей, пожалуйста. Но у них есть одна, скажем так, проблема. Средства на основе физических фильтров необходимо обновлять каждые два часа или при каждом нарушении барьера. То есть почесались, умылись, поплавали, оделись и так далее. Часть защиты стерли. И на них наносить косметику тоже не рекомендовано. Химические фильтры. С ними чуть сложнее, их намного больше. Но химические фильтры нового поколения – это то, что сейчас идет, скажем так, к локомотивам и спокойно может рекомендоваться как для кожи с акне, так и беременным, да, то есть это фильтры, которые стабильны и не вызывают окисления и, следовательно, не вызывают провоспальнительных реакций в коже. Помним, что защищаться нужно и от UVA-излучения, и от UVB-излучения. Химические фильтры нового поколения, которые направлены на защиту от спектра А, химические фильтры, которые направлены на защиту от спектра Б, которые, скажем так, нас настигают в летний период, когда мы можем сгореть. В идеале, конечно же, в средстве должны присутствовать все фильтры. Химические фильтры старого поколения. Есть два фильтра, которые сейчас очень часто еще можно встретить. Это этилгексилметоксицинамат и этилгексилсалицилат. Они не так вредны для нашей кожи, они не так быстро и сильно окисляются, но все равно в идеале я бы все-таки, если мы говорим про кожу проблем, максимально сократила возможное окисление, следовательно, возможный выброс свободных радикалов и провоспалительную реакцию, поэтому я бы избегала и этих фильтров. Ну, а вот этих фильтров избегать нужно всем, всегда и без компромиссов. Сколько наносим? Наносим либо 2 мг на квадратный сантиметр, это значит 2 мл на все лицо, либо же ориентируемся на показатель 2 пальца. Напоминаю, что если вы снижаете даже на полмиллиграмма, то защита уже очень сильно резко падает, поэтому наносим необходимое количество. Как обновлять? Можно убрать старый слой, нанести новый, можно нанести поверх старого, но если мы берем химические фильтры нового поколения и наносим их в достаточном количестве, то в рамках города мы можем их не обновлять. И очищаем мы их в 2 этапа. То есть не пренебрегайте. Если не доочистить кожу, если в коже остаются загрязнения, остатки силиконов, остатки косметической продукции, остатки пыли, грязи и так далее, это все приводит к возникновению хронического воспаления, которое будет провоцировать более тяжелое течение акне. И теперь мы плавно переходим к активным компонентам для работы с акне. Самое интересное. То есть мы выстроили наш базовый уход. Если у вас есть вопросы по базовому уходу, вы можете их задать сейчас. Выстроили мы наш базовый уход, наш каркас, нашу ниточку. И сейчас мы будем на него потихоньку, помаленьку накладывать уже активные компоненты, которые как раз-таки будут нести уже активную функцию. Энзимы. Многие их недооценивают, но если мы говорим про работу, например, с теми же самыми сальными нитями, черными точками, закрытыми комедонами, то есть гиперкератозом, то энзимы показывают очень прекрасно себя в данной работе. То есть они и работают на отшелушивание, и на расщепление сальных пробок. Но все-таки энзимы, энзимы мырознь. У нас есть растительные ферменты, протеазы микробиологического происхождения и ферменты животного происхождения. Например, та же самая липаза. Липаза может быть и микробиологического происхождения, и растительного. Но именно липаза, именно липаза достаточно способна расщеплять жиры. И, следовательно, когда мы говорим про работу энзимов, именно липаза лучше всего работает с сальными пробками. Поэтому если мы выбираем энзимную пудру для работы с жирной проблемной кожей, старайтесь выбирать те варианты, но в идеале, в которых есть липаза, либо, например, саптизелин – это микробиологический энзим. Напоминаю, что энзимы работают на поверхности рогового слоя, они никуда не проникают, они не оказывают какого-то сильного раздражающего действия. Поэтому они могут подойти даже для чувствительной кожи. Но еще раз, если у нас присутствуют активные акнеэлементы, то есть пустулы, то есть прыщи с белой головкой, мы не используем никакую механическую эксплиляцию, энзимную пудру тоже. То есть то, что может скрыть и разнести заражение далее по коже, мы стараемся в этот период не использовать. Но если мы говорим про работу с пуром и работу с закрытыми комедонами, то энзимные пудры, особенно на липазе, прекрасно себя показывают. Кислоты. Я думаю, что кислоты знакомы всем. И все, вот когда я задавала вопрос, какие активы лучше всего работают, или какие активы у вас приходят на ум, когда мы говорим про работу с акне, кислоты шли... Не очень поняла. Это, наверное, вы нечаянно написали. Кислоты шли прям вот флагманом, вместе с ретиноидами за ручку. Напоминаю, какие у нас бывают кислоты. Кислоты бывают альфа-гидроксикислоты, бета-гидроксикислоты, липогидроксикислота, и полигидроксикислоты. Сейчас мы разберем те, которые актуальны при работе с акне, потому что кислот, ну прям огромное-огромное, конечно, множество. И, естественно, не все они будут актуальны при работе с акне. Какие же актуальны? Миндальная кислота. Миндальная кислота относится к альфа-гидроксикислотам, но она также обладает небольшой степенью жирорастворимости. То есть она может поработать и с сальными пробками. Миндальная кислота обладает антисептическим и комедонолитическим действием, ингибирует меланогенез. Это актуально, когда мы говорим про работу с постакне. Не обладает фотосенсибилизирующим действием, то есть она не повышает фоточувствительность с кожи и имеет высокую степень липофильности. Но, конечно, она несравнима, например, с той же самой салициловой кислотой, но если мы сравниваем с альфа-гидроксикислотами, там, где у нас молочная, например, гликолевая кислота, то миндальная здесь, конечно, в более выигрышном моменте. Салициловая кислота, но это, конечно, главная кислота, когда мы говорим про работу с акне, потому что она у нас также присутствует во всех, скажем так, официальных рекомендациях по работе с акне. Салициловая кислота, тоже достаточно много вокруг нее споров по поводу того, можно ли ее использовать во время беременности, грудного вскармливания и так далее. Салициловая кислота относится к категории С. Что это значит? Это значит, что контролируемые исследования у беременных животных показали наличие побочных эффектов. У беременных женщин исследования не было. Но если мы говорим про официальные рекомендации, то они гласят, что до 2% не несет никакого системного воздействия, не попадает в кровоток и может применяться при беременности и грудном вскармливании. Но желательно не систематически, то есть не каждый день. То есть 2-3 раза в неделю до 2% вы спокойно можете использовать салициловую кислоту при беременности и грудном вскармливании. Но еще раз повторюсь, беременность и ГВ это всегда такой скользкий путь. Если вы сильно по этому поводу переживаете, то ваше нервное переживание однозначно будет не в самую лучшую пользу сказываться. Потому что кожа, нервная система, все взаимосвязано. И у нас, к сожалению, это тоже может привести к ухудшению состояния акне. Поэтому если мы боремся, переживаем, то вот миндальная кислота прекрасна. И также мы можем использовать растительные аналоги. Например, тот же самый бетаин-салицилат или экстракт коры ивы. Да, нету, скажем так, большого количества качественных исследований касательно бетаин-салицилата и экстракта коры ивы. Но вы можете их спокойно применять в период беременности и грудного вскармливания. Они, скажем так, не попадают под запрет. Тем, у кого аллергия на аспирин, косметику с салициловой кислотой нельзя категорически, как показывает практика, да. То есть если у вас есть аллергия на ацетилсалициловую кислоту, то также она может проявляться и на салициловую кислоту, и ее производные, если мы говорим про топическое нанесение. Поэтому да, к сожалению. Есть у нас еще одна представительница салицилового ряда. Это липосалициловая кислота. Молекула у липосалициловой кислоты больше, чем молекула салициловой кислоты, и она работает более на поверхности. То есть она не проникает так глубоко, как проникает салициловая кислота. Если салициловая кислота работает просто по всем направлениям, она такой конкретный липолитик, она, кератолитик, да, прошу прощения, она прям чикает, чикает, чикает все связи. То есть она прям такая прошибная, особенно если мы говорим про большой процент. В косметике больше двух процентов не рекомендовано использовать, к слову. Липосалициловая кислота, она более деликатная, то есть она чикает связи, да, вот эти вот корниудосмосомы, которые соединяют кератиноциты, она чикает только те, которые уже готовы, то есть она видит, что они готовы, она на них воздействует, да, они расщепляются, то есть она оказывает более мягкое воздействие, следовательно, она не оказывает такого раздражающего момента. Но, к сожалению, она на рынке представлена очень-очень слабо и в очень маленьких концентрациях, поэтому пока что хорошего такого средства с липосалициловой кислотой, которое могло бы реально составить альтернативу солицилке, я не встречала. То есть больше продуктов, которые, например, содержат бетаин, салицилат или экстракт караида, чем салициловую кислоту. Какая кислота еще актуальна? Файлы презентации будут у вас в уроке, да, то есть вы зайдете в свой личный кабинет, у вас будет урок, там все будет прикреплено. Азелаиновая кислота. Азелаиновая кислота – это такая универсальная дама, она помогает и при акне, и при пигментации, и при розации, да, то есть прекрасный компонент. И если вы, грубо говоря, не знаете, от чего у вас прыщи, ну, так по большому счету, да, то промахнуться с азелаиновой кислотой достаточно сложно. Азелаиновая кислота угнетает рот QT-бактериум акнес, борется с гиперкератозом, ингибирует фермент 5-альфа-редуктаза. Фермент 5-альфа-редуктаза находится у нас в коже, и, к сожалению, когда у нас уровень этого фермента повышен, то он лучше конкурирует за тестостерон. Он переводит тестостерон в дегидротестостерон, а вот этот вот ДГТ, неправильный тестостерон, назовем его так, он начинает провоцировать сальную железу давать больше себума. Да, то есть чем меньше фермента 5-альфа-редуктаза, тем меньше у нас дегидротестостерона, тем меньше воздействие на сальную железу. А скинорен, скиноклир, азелоиновая кислота, я дальше об этом буду говорить, смотрите, у нас нету компонента, когда мы говорим про косметику, нету компонента, который бы работал один и совсем и на 100%. Есть люди, на которых азелоиновая кислота работает лучше, есть люди, на которых, например, салициловая кислота работает лучше, а есть люди, у которых ретиноиды работают лучше. Это все, к сожалению, очень индивидуальный момент. И когда мы говорим про коррекцию акне, мы всегда говорим про сочетание, про то, чтобы найти свое сочетание, найти грамотное сочетание, которое будет подходить именно вам. Да, то есть уход, к сожалению, это не точная наука, где бы, вот мы говорили, бери раз, бери два и будет три. К сожалению, нет. Но и азелоиновая кислота, к сожалению, да, действительно может вызывать ряд побочных действий, покраснение, шелушение, жжение, зуб, повышение чувствительности и так далее. Производные азелоиновые кислоты тоже эффективны для подавления 5-альфа-редуктаза. Да. Вот как раз-таки производным азелоиновой кислоты, который очень часто встречается в косметике, азилоглицин или потасиум азелоилдеглицинат, это как раз-таки производные азелоиновые кислоты, которые сочетают в себе свойства азелоинки и увлажняющий эффект глицина. То есть работает она также эффективно, согласно исследованиям, как и азелоиновая кислота, но мягче, без побочных эффектов. Поэтому, если у вас есть возможность рассмотреть аналоги, вернее, да, альтернативу азелоиновой кислоте в виде азилоглицина, то, пожалуйста, можно рассмотреть. Есть достаточно новый игрок, да, на этом поле, это диоевая кислота. Она структурно похожа на азелоиновую кислоту, то есть у нее есть ряд функций, да, которые есть у азелоиновой кислоты. Уменьшает количество Qt bacterium acnes, обладает себорегулирующей функцией, да, то есть она работает мягко, но эффективно, но ее должно быть 2%. Вот так вот, если мы хотим, да, чтобы у нас она раскрылась по максимуму, да, то это в идеале 2%, ну, минимум 1, да, в идеале 2%. То есть тогда мы получим от нее те самые плюшки-бонусы, которые она заявляет, вернее, заявляют ее производители. Есть еще один достаточно интересный компонент – урсоловая кислота. Она работает и на антиэйдж, и работает также с воспалительными моментами. Это компонент растительного происхождения, чаще всего добывается из листьев шалфея, обладает противовоспалительным, противогрибковым и антимикробным действием. Плюс также несет достаточно мощное антиоксидантное действие. Поэтому, как, еще раз, да, я не рассказываю про компонент, как вот про одно действующее лицо. Всегда должен быть микс. Это как, например, с фильтрами солнцезащитными. Чем больше, тем лучше. Консерванты. Чем больше, тем лучше. Тогда мы можем положить их в меньшем количестве. ПАВы. Чем больше, тем лучше. Тогда мы можем положить их в меньшем количестве. Поэтому здесь то же самое. Чем больше, тем лучше. Но грамотно сочетаемые. Фотографии и средства, которые сейчас демонстрируете, это также средства, которые вы рекомендуете, которые эффективны или просто для примера. Но я стараюсь всегда выбирать максимально подходящие фотографии и по эффективности, и по содержанию активного вещества. То есть, да, на эти фотографии можно ориентироваться как на рекомендацию к выбору продукта, если вы об этом. Ретиноиды. Ну, это тоже золотой стандарт, естественно, если мы говорим про коррекцию акне. То есть, когда люди говорят, а нужны ли мне ретиноиды, вы должны ответить на, скажем так, три вопроса. Есть ли у вас морщины, есть ли у вас пигментация, есть ли у вас акне. Да, если да, то ретиноиды вам показаны. И вот как раз-таки, когда мы говорим про домашний уход, ретиноиды, в принципе, это первая линия всегда работы с любым проявлением акне. Будь то системные ретиноиды, будь то лекарственные ретиноиды, будь то косметические ретиноиды. Если мы говорим про легкую степень акне, то мы можем ее хорошо реально скорректировать домашними ретиноидами. Сейчас домашние ретиноиды, а что я отношу к домашним ретиноидам, давайте я вам покажу. К домашним ретиноидам я отношу ретинол, ретинольдегид, гидроксипиноколон-ретинат, ретинил-ретинат. То есть это косметические ретиноиды, то есть это ретиноиды, которые используются в косметике. Я не буду сегодня акцентировать внимание, например, на дополении, трифоротении, изопертиноине и так далее, потому что это лекарственное поле, это поле, которое вам назначает дерматолог. То есть это вот мы запоминаем. Я сегодня читаю лекцию про домашний уход. И в домашнем уходе также могут присутствовать реально активные и рабочие продукты с ретиноидами, которые иногда, как показывает практика, могут работать наравне с лекарственной терапией, при этом обладая меньшим раздражающим потенциалом. Напоминаю, что ретинол в коже у нас проходит трансформацию. Поэтому, например, почему предпочтительнее ретиноидригид? Он начинает работать быстрее. То есть ему не нужно так много кругов пройти, чтобы дойти до ретиноевой кислоты в коже. Итак, ретинил, ретинат. Начинаем про косметические ретиноиды. Ретинил, ретинат – это гибрид ретинола и ретиноевой кислоты. И это достаточно новая, достаточно дорогая молекула. Молекула, которая стабильна и не подвержена воздействию ультрафиолета. То есть ультрафиолет ее не разрушает. Поэтому может применяться в утреннем уходе. Касательно акне, согласно исследованиям, применение 0,05% ретинил, ретината в течение 8 недель показало значительное снижение количества воспалительных элементов в коже. Когда мы говорим про ретиноиды, эффекты мы ждем вот как раз-таки в районе 8 недель. Стойкие эффекты, о которых мы можем действительно рассуждать, есть эффект или нет. Гидроксипиноколон-ретинат – это еще, скажем так, одна производная ретиноевой кислоты. Это эфир ретиноевой кислоты. По нему достаточно мало исследований, независимых исследований. Но также и в теории, и на практике показывает достаточно хорошую работу с воспалительными элементами. Ну и, как мне кажется, максимально эффективным, если мы говорим про косметические ретиноиды, являются ретинальдегид. И когда мы говорим про коррекцию акне, мы также имеем в виду дозировку от 0,05. В косметике спокойно применяется до 0,1, есть и выше, но, как показывают исследования, уже не идет такой сильный повышение эффективности в борьбе с акне. То есть от 0,05 до 0,1 абсолютно рабочая концентрация, если мы говорим про акне. При этом она не вызывает практически никаких побочных эффектов. По ретиноидам есть отдельный вебинар, поэтому я здесь сильно не углубляюсь во все эти перипетии. То есть еще раз, резюмируя, что мы можем использовать в домашнем уходе для коррекции акне. Ретинол, да, может применяться, но я считаю, что это уже такой момент, который отходит уже на задний план. Гидроксипиноколон-ретинат, ретинил-ретинат и ретинальдегид. Вот три молекулы, которые достаточно хорошо себя показывают для коррекции акне, и при этом они работают мягко, деликатно, практически без побочных эффектов. Еще один золотой стандарт – это, конечно же, неацинамид. Неацинамид также работает, мне кажется, от всех болячек, как говорится. Неацинамид улучшает состояние кожи при акне благодаря его антиоксидантным, антимикробным и противовоспалительным свойствам. То есть проводились даже исследования по сравнению влияния на кожу неацинамида и клиндомицина. Когда мы говорим про кожу с акне, актуальная дозировка от 4%. Именно она фигурировала в том самом исследовании. Поэтому стараемся выбирать концентрацию 4% и выше. Здесь я собрала для вас варианты неацинамида для проблемной кожи. То есть много достаточно вопросов, а какой неацинамид выбрать именно для проблемной кожи. Можно рассмотреть варианты с цинком. Цинк также будет прекрасно работать, например, с снижением жирности и противовоспалительным эффектом. Можно рассмотреть варианты неацинамид цинк плюс чайное дерево, плюс цинтелла и ее производные. Они также хорошо работают на успокоение кожи, на снятие воспаления. Варианты с галактомисисом. Дальше я об этом также расскажу. Но если у нас, например, идет буйство грибка малосезия фолликулит, нам галактомисис и все дрожжи будут противопоказаны. Неацинамид с пробиотиками, пребиотиками. Вернее, с пребиотиками. Неацинамид с пребиотиками. Это мягкое воздействие, плюс также идет поддержка микробиома. Бензоилпероксид. Это компонент, он такой пограничный. Он вроде и в косметике, и в фарме. То есть и в лекарственной терапии акне, и в косметической. В домашних условиях, конечно, в идеале мы используем диапазон от 2,5 до 5%. Потому что он обладает очень ярко выраженным раздражающим действием. Ожоги, покраснения, шелушения. Это все такой момент очень не самый приятный. Поэтому бензоилпероксид я все-таки сторонник того, чтобы мы использовали на тело. На кожу лица он очень пагубно влияет на наш дружественный микробиом. Поэтому все-таки я бы старалась без необходимости не применять его. Софальянс. Компонент, скажем так, микробиологического происхождения, который достаточно хорошо себя зарекомендовал в работе с акне. Он практически абсолютно безопасен. То есть он не вызывает никаких аллергических, раздражающих реакций. Оказывает антибактериальное действие. Работает на себорегуляцию. Он работает так же, как постбиотик. То есть он работает на поддержку нашего микробиома. И угнетает QT-бактериум акне. Есть такой комплекс, тоже достаточно новый. Он называется Сибаклир. Это его торговое название. Если мы посмотрим по классификации ANCI, то он будет выглядеть вот так. Данный комплекс, согласно исследованиям, способен угнетать, то есть ингибировать фермент 5-альфа-редуктаза и подавлять рост QT-бактериум акне. Бутиловакодат. Еще один мощный компонент, который будет ингибировать фермент 5-альфа-редуктаза. То есть в концентрации 3% его действие сравнивается с ретиноидами. То есть он достаточно эффективный компонент. И при этом он не имеет ярко выраженных побочных эффектов в виде раздражения, зуда и так далее, которые присущ ретиноидам. Но еще раз, концентрация вообще в идеале, конечно, это 3%, но минимум 1%. Цинк, как я уже и сказала, компонент, который обладает противогрибковым, антисептическим, себорегулирующим и противовоспалительным действием. Как монокомпонент, конечно, он редко где встречается. Он сейчас очень часто комбинируется, например, с тем же самым неоцинамидом. И да, действительно, если его там много и средство не сбалансировано, либо далее вы не сбалансировали ваш уход правильным кремом, может подсушивать. Но компонент достаточно хороший и достаточно старенький, скажем так, уже проверенный временем. Причем цинк, согласно некоторым исследованиям, может угнетать именно определенные патогенные штаммы, QT-бактериум акне, с которой как раз-таки развиваются в период акне. Серебро тоже достаточно старый компонент. Серебро, коллоидное серебро, много достаточно производных серебра. Это противовоспалительный агент, снимает покраснение, что актуально не только при акне, но и при розации, куперозе, и оказывает антибактериальное действие. То есть также как дополнительный актив в составе имеет место быть однозначно. Я не фанат просто, я не знаю, там, серебряной воды, скажем так, толку от нее будет не так много, но если качественное средство, качественный компонент, как часть системы, то почему бы и нет как дополнительное антибактериальное действие. Фитоэстрогены. Фитоэстрогены – это не только про антиэйдж, но и при работе с акне они тоже будут актуальны, потому что они ингибируют также фермент 5-альфа-ридоказа и оказывают достаточно хорошее антиоксидантное действие, поэтому бояться их при коррекции акне не стоит. Галактомисис. Оказывает северегулирующее действие, выравливает тон, укрепляет кожный иммунитет, но не рекомендован при грибковой форме акне, потому что грибы очень любят дрожжи. Поэтому, к сожалению, при малосезе и фуэркулит мы стараемся их избегать. Медный пептид. Или, как чаще всего, он выглядит, да, копир-3-пептид-1. Я далее вам, я далее расскажу про малосезе. Обладает заживляющим антиоксидантным действием, снижает чувствительность и обладает противомикробным действием. То есть это вот какие пептиды брать для акне. Есть у нас еще одни пептиды, антимикробные и противовоспалительные. Чаще всего применяется сейчас в косметике, встречая в новых современных продуктах, пальметаил-3-пептид-8. Это биомиметический пептид, который предназначен для предотвращения и уменьшения признаков нейрогенного воспаления. То есть это пептиды, которые будут работать с хроническим воспалением в нашей коже. Тоже однозначно стоит включать их в уход при работе в принципе с любыми проблемами кожи, не только с акне. Также существуют и отшелушивающие пептиды. То есть это пептиды, которые нормализуют правильное роговение и отшелушивание наших клеточек рогового слоя, что в свою очередь работает с гиперкератозом. Ну и антиоксиданты еще раз. Стараемся, чтобы в каждом продукте у вас присутствовали антиоксиданты, потому что, к сожалению, большое количество свободных радикалов у нас в коже с акне. Помним про продукты окисления того же самого скволена, витамина Е, поэтому антиоксиданты не забываем. Ну и нейрокосметика. Нейрокосметика это то, что сейчас тоже набирает обороты, их не так много на рынке, особенно у нас на рынке, но они появляются и с каждым днем все больше и больше. Данные компоненты, которые можно отнести к нейрокосметике, у вас представлены здесь. Тут вот как раз-таки наш любимый прекрасный грибочек. Он может встречаться в различных комплексах, он может комбинироваться с различными дополнительными компонентами, но если вы вычленяете его на упаковке, то однозначно стоит такое средство рассмотреть. Также есть, например, пептиды, которые тоже относятся у нас к нейрокосметике. Самыми яркими, наверное, представителями, которые и я пробовала, и которые сейчас, по крайней мере, я знаю, что они, их можно найти, их можно достать, то есть не искать где-то непонятно где, то есть они, да, данный продукт у нас есть в России, этот продукт можно спокойно заказать в Россию, да, они как раз-таки все, оба этих продукта содержат вот этот вот прекрасный наш грибочек, который работает на, скажем так, он влияет на терпеви-рецепторы, что снимает раздражение кожи. Особенно это актуально, когда мы говорим про ретиноевый дерматит, да, то есть ретиноиды, акне, они всегда идут рука об руку, то есть так или иначе, косметические это ретиноиды, лекарственные это ретиноиды, либо это системные ретиноиды, да, то есть системный изотретиноин, который вы принимаете внутрь для коррекции акне, все это может привести к ретиноевому дерматиту. Ретиноевый дерматит, он плотно завязан на терпеви-рецепторов, и вот если мы воздействуем на них и снимаем это нейрогенное воспаление, то, следовательно, мы облегчаем состояние нашей кожи и облегчаем течение акне. Ну и здесь я собрала краткая таблица, возможно, я что-то забыла сюда внести, но в любом случае, я думаю, что вы просмотрите предыдущие слайды и все это отметите. Здесь я собрала для вас активы, которые стоит рассматривать, если у нас есть те или иные проблемы, например, постактное высыпание, компоненты, которые ингибируют 5-альфа-редуктазу и так далее. Это такое резюме. Как раз-таки грибковая акне по поводу малосезии фуэликулит. Как же она выглядит? Естественно, в идеале это все должен диагностировать вам дерматолог. Но как вы можете это заподозрить? Очень часто на волосистой части головы, на лбу, на лбу, правильно, на лбу, да, это такие маленькие красненькие прыщички, да, вот здесь вот очень ярко видно, да, как показывает практика, это в большинстве случаев, это не всегда 100% гарантия, что это малосезия фуэликулит, но, да, когда мы говорим про, например, розацию или про малосезию фуэликулит, это мономорфные высыпания. То есть они, видите, они все одинаковые. Когда мы говорим про акне, у нас есть закрытый комедон, открытый комедон, папула, пустула, да, то есть это идет такая мешанина. Здесь, как вы видите, они все как на подбор. И очень часто они вот как раз-таки такие маленькие, красненькие, есть зуд очень часто, поэтому в этом случае однозначно мы идем к дерматологу, да, не строим там себе диагноз, не смотрим на луну, не выстраиваем все это самостоятельно, а делаем это в паре с дерматологом. Какие компоненты мы можем оставить в уходе? Сквалан, каприкаприловые, триглицериды, биичей кислота, миндальная, зелоиновая, ретиноиды, бифидолактобактерии можно оставить, они не подкармливают данный грибок, сероцинк, прополис, зеленый чай, полынь, чайное дерево, то есть эти компоненты так же могут оставаться у вас в уходе. Стоит исключить антибиотики, потому что они очень сильно сдвигают баланс микрофлоры, бензоилпероксид, потому что тоже угнетает микрофлору, дрожжи, это галактомиси, сахаромицеты различного рода, полисарбаты, сложные эфиры, жирные кислоты, такие как лауриновая, меристиновая, алииновая, пальмитиновая, стеариновая и гидрогенизированные масла. Данный сайт вам в помощь, туда можно вставить состав любого косметического продукта, и система вам сама подчеркнет триггеры грибкового акне, поэтому можно проверять на данном слайде. Эффект чистки или так называемый перджин, тоже очень часто многие сталкиваются с ним, когда вводят такие активы, как те же самые энзимы, кислоты, ретиноиды, то есть все то, что, скажем так, обладает отшелушивающим действием. Что же такое перджин? Как вы знаете, в коже предшествует не всегда, есть, например, нейрогенные воспаления, которые сразу же появляются в виде папул, то есть красных таких болючих в Испании, но есть такой стандарт развития акнеэлемента, и всему предшествует образование микрокомедона в коже, далее он поднимается наверх, становится закрытым комедоном, и дальше он, скажем так, разрождается, если мы можем это так сказать, эволюционирует в папулу, потом в пустулу, то есть сначала красный прыщ, потом белый прыщ, либо же может сразу перейти из закрытого комедона в прыщ с белой головкой. И как определить, у вас идет эффект чистки, который абсолютно может быть нормальным, физиологичным, в течение 8-12 недель вы можете, к сожалению, этот эффект наблюдать, либо же это что-то пошло не так. Если у вас высыпания идут на месте, которые, скажем так, специфичные для вас, либо на этом месте у вас были закрытые комедоны, тогда мы можем говорить про эффект чистки. Если, грубо говоря, никогда в жизни у вас там не выскакивало, я не знаю, там прыща на лбу, тут вы вводите продукт, и у вас просто весь лоб высыпало какими-то, прошу прощения, весь лоб высыпало какими-то огромными болючими прыщами, то здесь мы задумываемся о том, что, возможно, что-то идет не так, мы отменяем продукты, выжидаем и далее можем вводить еще раз, чтобы посмотреть, как кожа будет себя чувствовать. Ну и про ретиноид и дерматит я уже упоминала, но еще раз, когда мы вводим ретиноиды, мы готовимся к тому, что этот момент может нас накрыть, поэтому стараемся подключать нейрокосметику как прикрывающую какую-то терапию Центелла и ее производные и неоцинамид. То есть это те самые буферы, которые смягчают действие ретиноидов. Ну и про постакне. У нас будет отдельная лекция, Александр Дубовик нам ее прочитает, он нам расскажет про различного рода методы коррекции постакне. Здесь вы можете увидеть основные, скажем так, постулаты домашнего ухода, какие компоненты. Но здесь по факту все то, что мы с вами проговорили уже, это улучшение микроциркуляции, это работа на восстановление барьерных функций кожи, это различного рода отшелушивающие компоненты, успокаивающие компоненты. Но более подробно еще раз, у нас на эту тему будет лекция 28 февраля. И сейчас мы с вами перешли к завершающей стадии, это варианты ухода. Еще раз, здесь я показываю возможные варианты. Это не значит, что только в этой связке эти продукты работают. Вы можете, если там, например, идет сыворотка с неоцинамидом, естественно, вы можете эту сыворотку заменить, вы можете заменить крем. Здесь я показываю, скажем так, возможные варианты сочетаний и возможные варианты коррекции. Но какой конкретно путь подойдет вам, тяжело сказать. Здесь нужно пробовать, как говорится, методом проб и ошибок, к сожалению, достигаются все эти моменты. Но я постаралась собрать всевозможные кейсы, возможно, не все, но я надеюсь, что я дам какой-то вот вектор. Расскажите, пожалуйста, еще про связь лекарств с косметикой, как, например, аспиринс или сыловая кислота. Есть ли еще варианты? Про лекарственное акне. Упоминала Виктория Заярная в своей лекции про влияние лекарственных препаратов на развитие акне. Связь именно с аллергическими какими-то моментами я не могу сказать. Есть лекарственные препараты, есть, например, ой, прощай, прощай, витаминные группы В, прием которых также может провоцировать более тяжелое течение акне. Применение тех же самых, например, оральных котроцептив, это не всегда в лучшую сторону может сказываться. Применение каких-то антибиотиков. Ну, то есть, про косметическое акне, мне кажется, Виктория рассказала достаточно много, я не знаю, что еще можно добавить. Просто аспирин – это такой достаточно яркий пример. Естественно, если у вас есть какая-то аллергическая реакция, то, скорее всего, вы точно знаете на что. Если у вас есть аллергическая реакция, например, на мед, мед, прополис – это разные вещи, у них абсолютно разный состав. Да, это продукты пчеловодства, но состав у них разный. Если у вас, например, есть аллергены цитрусовые, понятное дело, что старайтесь избегать, например, эфирные масла цитрусовых, но это не значит, что у вас будет аллергическая реакция на витамин С. Да, если у вас, например, реакция на никотиновую кислоту, которую вы принимаете, например, внутрь, да, очень часто бывают приливы, краснота, жжение и так далее, это абсолютно не значит, что у вас будет такая же реакция на неоцинамид при топическом нанесении. Поэтому, ну, я не знаю, что еще добавить, если честно. Итак, варианты ухода. Что ты не переключаешься? Все. Системные ретиноиды или топическая лекарственная терапия. Здесь мы идем как поддерживающая терапия, как поддерживающий уход, то есть мы не несем никакой активной раздражающей нагрузки, потому что и так системные ретиноиды или топическая лекарственная терапия в виде, например, адаполена или адаполен плюс бензоилпероксид, она и так очень активно работает. Наша основная задача это поддержка. Поддержка микробиома, поддержка из липидного барьера, защита от солнца, снятие чувствительности. Да, и вот здесь возможно некоторые названия вам не видно, но потом, когда вы откроете презентацию, у вас все это откроется в большом размере и все можно будет приблизить, рассмотреть обязательно. Да, это максимально базовые мягкие очищающие продукты без каких-либо спецэффектов, эфирных масел, и не знаю, там кислоты и так далее. Это лизаты, это фильтраты, то есть подбиотики, это центеллы ее производные, это ламеллярные эмульсии, здесь также идет и нейрокосметика, нейрокомпоненты. Защита от солнца, да, старайтесь выбирать, например, химические фильтры нового поколения, но без каких-то сильных отдушек, да, например, эфирных масел в составе, то есть максимально все должно быть прямо вот девственно, чистое и очень-очень спокойное, лайтовое, естественно, здесь может быть абсолютно любая сыворотка с центеллой, то есть это не обязательно от манью, просто, например, в данных продуктах мы убиваем сразу несколько зайцев, то есть мы работаем и с микробиотой нашей кожи, и с успокоением. Здесь то же самое и нейрокосметика, и ламеллярная эмульсия, да, то есть сразу же работаем многофункционально во всех направлениях. Разрешенные, далее просто мы переходим к подростковому уходу, и очень часто вопрос, а можно ребенку то, а можно ребенку это, а можно вот нам, вот моему ребенку, вот можно такой, спрашиваю, сколько ребенку лет, а ребенку 17. Ну, смотрите, когда мы говорим по терапию акне, и в принципе про уход за кожей, то 17, ну, конкретно в терапии акне 17 лет это уже не ребенок. С 12 лет практически все можно. Бензоилпероксид с 12 лет, азелаиновая кислота с 12 лет, салициловая кислота с осторожностью с 2 до 12 лет, далее уже можно спокойно, ну, и в принципе, да, то есть в младенчестве есть ограничения до 2 лет, далее уже, скажем так, есть послабление на использование салициловой кислоты. Ретиноиды, включая системные ретиноиды, идут с 14 лет, как разрешенный возраст, да, то есть, и как раз-таки в этот период у нас идет период пубертата, период гормональной перестройки, и очень часто в этот период у нас и дебютируют наши акне у подростков, поэтому вообще в идеале, да, то есть вы можете не бояться, что ваш там 15-летний ребенок, не дай боже, пользуется тонером с салициловой кислотой, иногда это уже поздно, иногда уже родители, скажем так, спохватились, когда уже рубцы у ребенка, да, и когда это потом полжизни нужно будет корректировать, поэтому, естественно, не нужно там, как я сталкивалась в жизни, что, к сожалению, там в 5 лет ребенку там, я не знаю, нашли какую-то черную точку, маме показалось, ей там салициловые, там, я не знаю, пилинги, еще что-то, ну, то есть это, к сожалению, такое тоже бывает, поэтому, вот, до 12 лет, вообще считается, что до 70 лет, если у вашего ребенка, например, там, есть какие-то, особенно до 7 лет, если есть какое-то проявление акне, да, то обязательно необходимо обращаться к дерматологу, к эндокринологу, и исключать гиперандрогению, но, как показывает практика, у многих девочек в 11-12 лет уже начинаются месячные, да, и начинается вот эта вот гормональная женская перестройка, поэтому в этом возрасте уже можно начинать коррекцию, не обязательно начинать сразу с какой-то ядерной артиллерии, да, это может быть максимально мягкий уход, это двухэтапное очищение, да, то есть не нужно его бояться вводить, многие девочки уже в 10-11 лет начинают активно краситься, да, и поверьте мне, лучше, что она пусть хорошо очищает кожу. Мы можем использовать альтернативные компоненты, здесь есть комплекс Сибаклир, здесь есть Сафальянс, то есть это компоненты, которые не оказывают раздражающего действия, но работают на Сибапродукцию, работают на угнетение Кьюти Бактериум Акне, это какой-то легкий крем с физиологическими липидами, да, потому что, например, ну, многие не готовы тратить большое количество денег на уход для ребенка, либо, например, дети, очень часто подростки, им не нравятся там какие-то, чтобы был глянцевый финиш, чтобы что-то ощущалось на коже, да, то есть они хотят максимально какие-то матирующие продукты, пусть это будут максимально физиологические продукты без, я не знаю, каких-то убийственных матирующих компонентов, то есть уход за подростковой проблемной кожей может выглядеть вот так, утро, вечер, можно использовать одно и то же, но, естественно, масло мы оставляем только в вечернем уходе, в утреннем уходе не надо, не сильно уж не экспериментируем, если у вас уже такой подросток и вы, в принципе, не переживайте, ему там больше 12 лет, вы готовы там, не знаю, вкладываться как-то более в его уход, да, мы можем, например, если у нас закрытых комедонов достаточно много подключать, уже индивное отшелушивание, это может быть, например, неоценомницицинком, да, другие себе регулирующие компоненты, и в качестве уже какого-то более мощного актива, да, то есть, если мы видим, что у нас воспаление становится больше, но, еще раз, да, если вы видите, что что-то уже прям чересчур, вы идете к дерматологу, если вы видите, что после разрешения акне остаются рубцы, вы однозначно идете к дерматологу, но если там у вашей девочки или вашего мальчика там периодически несколько прыщей вскакивают, и для него это прям, ну, действительно трагедия, для многих подростков это на самом деле большая трагедия, некоторые взрослые относятся к этому намного проще, туда мы можем уже подключать какой-то более активный уход, да, тот же самый, например, вот тонер, здесь есть и бутилово-кодат, здесь есть и салициловая кислота, то есть, это достаточно мощная комба, которая может выступать таким самостоятельным, более сильным активом. Ну, естественно, помним про защиту от солнца, просто иногда на слайдах не хватает места, поэтому где-то может не хватать очищения, где-то может не хватать санскрина, но вы понимаете, что это можно брать из предыдущих уходов, то есть, это все, скажем так, очищение, санскрины, это такая тема, которую мы можем спокойно брать из разных уходов и добавлять в рутину. Беременность. Беременность тоже очень часто сопровождается какими-то новыми воспалительными моментами, и по факту ретиноиды мы исключаем, мы исключаем часто использование салициловой кислоты, но мы можем спокойно применять и другие активы, да, неацинамид, цинк, бутиловый кодат, азелаиновая кислота, также миндальная кислота, это все тоже может присутствовать, да, то есть, если просто ваша кожа с появлением беременности в вашей жизни становится более чувствительной, такое часто бывает, и часто может провоцироваться, да, так называемых классов, маска беременных, то мы стараемся как-то меньше использовать раздражающих активов, потому что кожа так не всегда в адеквате, она может еще агрессивнее отреагировать, да, поэтому можем использовать там тот же самый бутиловый кодат, он будет работать мягко, деликатно, но можно и подключать, например, различного рода кислоты, также может быть миндальная кислота, это может быть биичей кислота, 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 которая будет мягко подкислять, да, мягко работать на ацидотерапию, это могут быть различные кислотные миксы, но старайтесь выбирать, здесь, например, в миксе идет биичей в формате бетонинсалицилата, или экстракта, по-моему, экстракта корыивы, да, то есть не чистой салициловой кислоты, а производная, которую можно спокойно использовать в период беременности. У биичей кислот вообще нет противопоказаний, они настолько мягкие, они настолько деликатные, они очень физиологичные, их очень сильно любит наш микробиом, поэтому, в принципе, у биичей кислот противопоказаний, но только если у вас там, не знаю, кожа сраной, открытой ссадиной, царапиной, да, открытыми повреждениями, то, естественно, никакие кислоты даже биичей мы не наносим. Если мы идем по пути ретиноидов, да, то есть мы можем пойти несколькими путями, если мы идем путем ретиноидов, да, то ретиноиды у нас, естественно, идут в вечернем уходе, мы их вводим плавно, начиная с одного-двух раз в неделю и плавно доводим до пяти-семи раз в неделю, смотрим, как себя чувствует наша кожа, мы всегда прислушиваемся, если надо сокращаем, если все хорошо, можем добавлять. Утренний уход у нас идет как прикрывающий, да, то есть здесь у нас идут различного рода буферы, это может быть продукт нейрокосметики, это может быть продукт с цинтеллой, это может быть продукт с неоциномитом, да, то есть я решила вот такой вариант рутины, а здесь у нас и неоциномит, и поддержка микробиоты, и увлажнение, да, это может быть, далее у нас есть тонер, да, тоже с его регулирующими компонентами, успокаивающий крем на ламеллярной эмульсии, который будет также закрывать необходимые потребности, ну и помню про санскрин, если вы покупаете ретиноиды, то вы обязательно должны иметь санскрин иначе, как бы тут без вариантов, да, вот такой вариант рутины, то есть мы в утреннем уходе используем очищение, которое вам подходит, тонер, сыворотка, крем, в вечернем уходе у нас идут ретиноиды на сухую чистую кожу, да, и мы можем их потом по желанию закрыть кремом, конкретно данный продукт, если у нас, например, вечером перерыв от ретиноидов, мы просто повторяем утренний уход, да, не нужно нагромождение банок, не нужно какого-то количества бесконечного разных активов, да, то есть вы можете купить ограниченный, скажем так, список, но это даже больше будут более, вы можете потратить на более дорогие активы, да, нежели покупать батарею разных банок, и вот это вот, сегодня я одно, завтра я другое, в пятницу я пятое, в субботу я десятое, кожи такое не надо, кожа любит постоянство, да, то есть в идеале у вас должна быть четкая система, вы не скачете с одного на другое. Мы можем пойти по пути кислот, да, напоминаю, что у нас есть азелаиновая, миндальная, салициловая, диоевая кислота, азилоглицин, да, урсоловая кислота, то есть у нас их на самом деле много, вот здесь как вариант, да, мы можем, мы можем сделать как, мы можем купить тонер с лизатами, то есть постбиотиками, далее в утреннем уходе, мы можем, салициловая кислота допустима в утреннем уходе, да, здесь у нас, например, небольшое количество салициловой кислоты, мы можем сделать вот так, тонер, сыворотка, крем, и так использовать и утром, и вечером, без проблем. Мы можем купить тонер и только крем, да, то есть, например, вот этот вот высокоактивный крем, в котором есть также, например, та же самая диоевая кислота и большое количество других компонентов, использовать их вот так в паре, ну, естественно, с очищением и с санскрином, да, мы можем использовать, например, такое сочетание в утреннем уходе, а в вечернем уходе у нас, например, будет вот такое сочетание, да, то есть здесь у нас разные кислоты идут, Разные кислоты, то есть разное воздействие на кожу. То есть в утреннем уходе у нас такой уход, в вечернем уходе вот такой уход. Понятное дело, что если кожа склонна, например, к чувствительности, большое количество кислот может ее раздражать. Если кожа резистентная, такое сочетание может быть ок. А может быть в утреннем уходе у вас абсолютно базовый, то есть тонер, например, с имородкостнеоцинамидом и какой-нибудь базовый крем с физиологическими липидами или ламилярными липидами. А в вечернем уходе у вас уже идут кислоты. То есть, например, вот этот крем использовать в вечернем уходе или вот такую комбинацию использовать в вечернем уходе. То есть понятное дело, что дай 10 людям с проблемной кожей один и тот же набор средств, мы их можем скомбинировать по-разному. И мы их будем комбинировать от того, как кожа воспринимает данный уход. У кого-то каждую, они могут использовать салициловую кислоту каждый день и чувствовать себя прекрасно. А кто-то может использовать салициловую кислоту 3 раза в неделю и чувствовать себя не очень хорошо. Поэтому мы всегда этот момент корректируем. И на ком-то комбинация различных кислот работает лучше, чем ретиноиды. На ком-то наоборот. И здесь, еще раз повторюсь, нету 100% гарантии, что конкретно на вас работает данный конкретный уход. И есть такой high level, скажем так, когда мы можем сочетать кислоты и ретиноиды. Я все-таки сторонник того, что за один присест лучше не сочетать. То есть сегодня может быть хорошо, а завтра чувствительность кожи немножко повысилась. У вас, например, приближаются месячные гормональный фон скаканул, и у вас кожа чуть повысилась. Вы использовали вроде стабильную комбинацию, которая у вас уже была, кислота с ретиноидами, и вылезло раздражение. Поэтому лучше использовать в разные дни. И тогда, конечно же, вы их чередуете в вечернем уходе. Например, да, у вас там 4 дня в неделю, 4-5 раз в неделю ретиноиды, 2-3 дня в неделю оставшиеся у вас кислоты. Тогда утренний уход у вас максимально восстанавливающий, максимально успокаивающий и восстанавливающий. То есть это могут быть там цинтелла, CBD, те же самые, вообще прекрасно тоже успокаивающие, нейрокосметика, крем на ламеллярные эмульсии с физлипидами. То есть в утреннем уходе мы максимально поддерживаем кожу, мы максимально ей даем восстановиться после вечера. А вечером вы на сухую кожу можете использовать кислоты или ретиноиды и закрывать тем же самым кремом, который у вас утром. Но если вы идете по пути кислот и ретиноидов, то все-таки не нужно брать супер-хардкорный ретиноид и супер-хардкорную кислоту. То есть они могут быть по отдельности на вас хорошо работать, а вместе они будут у вас работать как-то, могут давать сильное раздражение. Поэтому чем сильнее вы берете ретиноид, тем слабее берите кислоту и наоборот. То есть в идеале все-таки, если вы хотите использовать и то, и то, это имеет место быть, это разное воздействие на кожу и это разный отклик. Но старайтесь все-таки чуть-чуть взвешивать, не брать два ударных продукта. Альтернативное решение без кислот и ретиноидов. По какой-то причине вы не хотите. У вас суперчувствительная кожа, подросток, беременная, я не знаю, ну просто не любите кислоты и ретиноиды, не хотите. Можно поработать и альтернативными способами. В принципе, я показывала уже на примере подростков. Здесь тонер с лизатами, фильтратами и другими биотиками. Вы можете использовать комплексы также, например, нейрокосметики успокоения с себорегулирующими компонентами. Здесь вообще идет ставка чисто на пребиотики, за счет подкармливания хорошей нашей микрофлоры. Это бутиловый кадат. Это различного рода комплексы, также направленные на успокоение, на себопродукцию, серебро. Здесь также идет комплекс на работу с жирностью. Это энзимная пудра, например, с той же самой липазой. И вкупе с правильным очищением и сансклином, который можно посмотреть в других подборках, это тоже может дать хороший эффект. Это будет работать чуть дольше. Как показывает практика, естественно, кислоты, ретиноиды – это ударные компоненты, которые дают достаточно быструю отдачу, достаточно быстрый эффект. Здесь, конечно, работа может идти сложнее, медленнее, но она также может быть очень эффективной. То есть, как показывают результаты, продукты и без кислот, и без ретиноидов тоже дают хороший эффект. Это, например, современные себорегулирующие комплексы. Комплексы, направленные на ингибирование 5-альфа-редуктазы, на поддержки микробиома, защитного барьера. То есть, они тоже хорошо себя показывают. Бюджетный вариант просили. Я постаралась собрать максимально бюджетный вариант, насколько это возможно, но это прям очень бюджетный вариант. И я бы его, наверное, рекомендовала, если у вас периодические высыпания, подростковый уход, если суперограниченный бюджет, и у вас не какая-то сильная проблема, потому что, к сожалению, бюджетными вариантами тяжело поработать. Тогда нужно подключать, например, дерматолога и лекарственные препараты. Это те же самые, например, ретиноиды лекарственные, тот же самый Дополен. Здесь собрана максимально бюджетная вариация. Да, у нас здесь мягкое очищение, аниацинамид с цинком, физиологические липиды, энзимная пудра. Да, не на липазе, но хотя бы легкое отшелушивание давать будет, если мы говорим про работу с комедонами. Тонер с салициловой кислотой, который, в принципе, может применяться на ежедневной основе. Там же тоже есть биотики. И санскрин на анахимических фильтрах нового поколения. Вот максимально бюджетный вариант. Можно работать? Можно. Но, конечно, в идеале, например, добавить какой-то более активный продукт, но он будет стоить дороже. Вариант сахерп. Тоже был такой запрос, например, как один из вариантов рутины, который может применяться. Это мягкое очищение, эксфолиация. В утреннем уходе у вас, например, может быть данный тонер, сыворотка, крем, санскрин. В вечернем уходе у вас, например, может быть тонер, крем или тонер, сыворотка, крем, либо сыворотка, крем. То есть поиграться с этим тоже можно. И это тоже достаточно максимально бюджетно, насколько это возможно. Из Кей Бьюти тоже по корейскому ходу был запрос. Мне очень нравится, если мы говорим про работу с проблемной кожей, несколько линеек. Это линейки Си Ю Скин Эй Ви Фри. Здесь в некоторых подборках встречалась. Давайте я здесь вот так вот напишу. Еще раз. Это у бренда Си Ю Скин. Прекрасные. Они тоже мягкие, деликатные, на сафальянсе. У Манью есть линейка Проксил. Вот так вот она выглядит. Джейс Дермак Нетрикс. Доктор Сюрикл 5 Альфа. Это такие флагманы корейского ухода, которые достаточно хорошо себя показывают в работе с воспалениями. И здесь вот рутина. Здесь у нас есть салициловая кислота, производная салициловой кислоты, химические фильтры нового поколения, энзимная пудра, мягкое очищение, тонер с себорегулирующими компонентами, цинк и неацинамид. Ждать от корейцев каких-то суперкислот, суперретиноидов не нужно. У них какая политика? Если у меня акне, если мне нужно лечение от акне, я пойду к дерматологу, он мне выпущет ретиноин. У них вообще очень с этим просто. То есть они не парятся по этому поводу. Все их косметические продукты максимально деликатные, максимально щадящие, максимально нераздражающие. Поэтому и скорее очень легко собрать уход для подростка, для чувствительной кожи, для беременных. То есть у них есть много компонентов, которые будут работать с высыпаниями, но будут работать мягко, деликатно. И в этот же уход мы можем встроить, например, вместо этого любой другой, например, продукт с салициловой кислотой, тот же самый рецептикея, фармаси и так далее. То есть он также прекрасно сюда встанет. Ну и средства для тела. Многие отмечают, что у них также, конечно же, есть и высыпание на теле, потому что, например, на плечах, на спине очень часто стальные протоки как раз-таки узкие, извилистые, что приводит к воспалительным моментам. На теле работают все те же самые принципы. Мягкое очищение, эксфолиация и те же самые компоненты. Для очищения тела я рекомендую все-таки мягкие гели специальные, никакого не мыла, никаких гелей для душа, там, я не знаю, на СЛС. Вообще я использую те же самые кислотные гели, что и для лица. Также и вот для данной зоны, то есть я не покупаю какой-то цилизированный гель. Если есть высыпание, то понятное дело, что кожа на теле более плотная, менее чувствительная. Поэтому вы можете брать те же самые активы, но в более высокой концентрации. Для обшелушивания мы также можем использовать энзимные пудры. Прекрасно работают. Я на себе проверила, у меня была проблема после курса массажей. Вся спина была практически в закрытых комедонных высыпаниях. Мне, естественно, помогали ретиноиды, да, мне помогал бензоилпероксид. Вот здесь вы можете жахнуть там максимальную концентрацию десяточку, десять процентов, да. А зелоиновая кислота уже в формате, например, двадцати процентов, да, это уже не так будет страшно, как на лице. Ретиноиды, поэтому на спине работают те же самые правила. Но только мы можем позволить себе взять более раздражающие активы и более, вернее, более раздражающие активы в более высокой концентрации. Поэтому, да, если у вас есть такая проблема, почему бы и не рассмотреть. Вот. На этом та часть, которую я подготовила для вас, заканчивается. Заканчиваются наши 112 слайдов. Почти два часа. И сейчас я с удовольствием готова ответить на вопросы, если они у вас возникают. Сейчас я вот так вот перейду. Конечно, самой себе тяжело включать, но давайте. Что эффективнее восстанавливает защитный барьер? Голая ламеллярная эмульсия без церамидов в составе или обычная эмульсия, но содержащая комплекс физиологических липидов. Но смотрите. Если у нас острая фаза, очень сильно нарушен защитный барьер, то если выбирать между голой ламеллярной эмульсией и кремом с физиологическими липидами, лучше отдать предпочтение крему с готовыми физиологическими липидами, которые сразу же начнут работу. Если же мы говорим, когда уже мы, грубо говоря, выходим на поддерживающую терапию, то мы можем рассмотреть крем на голой ламеллярной эмульсии. Но в идеале это, конечно, ламеллярная эмульсия с физиологическими липидами. Но если вот так вот положа руку на сердце взвешивать, то, наверное, все-таки физиологические липиды на хорошей прямой базе тоже имеют место быть. Что-то он у меня не отмечается, ну ладно. А, он так отметился. Медикейт Копер Пептайтс. Как работает на коже с акне? Подойдет ли жирная кожа? Можно ли комбинировать с резиновым в один прием? Да, подойдет. Там есть содиум-ПСЕ, то есть пералидон-карбоновая кислота. Она очень хорошо работает на проблемной коже. Но она может вызывать и такое, знаете, ретинолоподобное действие. То есть она также может стимулировать отшелушивание кожи. Поэтому осторожнее с ретиноидами. То есть может провоцировать дополнительные раздражения. Но сама по себе прекрасная. Особенно, например, в летний период. Там очень мощный антиоксидантный комплекс. Поэтому прекрасное средство. В Скаде хорошие продукты. Состав крема привлекает. Да, в Скаде достаточно хороший состав. Я добавила еще их тонер. Там пропионобактерии, фермент на пропионовых бактериях. Это тоже очень-очень классно для кожи проблемной. Поэтому, да, вы можете их рассматривать. У них достаточно хорошая состава. И с кислотами. Что с кислотами? А, копрепептайдс. Ну, смотрите, с кислотами и ретиноидами в любом случае вы их разводите. Кислоты и ретиноиды на вечер. А копрепептайдс у вас идет в утренний уход. Так можно. Но у вас должен быть хороший восстанавливающий крем. Да, потому что может провоцироваться дополнительная сухость и раздражение. Поэтому нужно, всегда нужно уравновешивать. Да, если вы берете какие-то мощные активы, всегда их уравновешивайте хорошей базой. Медикейт. Медикейт, ретиналь, линейка 5 видов. Там, как подбирать тому или иному человеку. Смотрите, в Медикейт ретиналь, кристалл ретиналь, там 4 продукта. А, 5 продуктов, все правильно. Единичка, тройка, шестерка, десятка, двадцатка. Когда мы говорим про... Они различаются концентрацией ретинальдегида. Да, в единичке 1 сотая, в тройке 3 сотых, в шестерке 6 сотых, в десятке 1 десятая, в двадцатке 2 десятые. Когда мы говорим про работу с акне, мы начинаем с шестерки. Напоминаю, что при коррекции акне, ретинальдегид в концентрации от 5 сотых. Поэтому кристалл ретиналь 6, 10, 20 – это вот то, что мы рассматриваем для акне. 20 – это уже такой хардкор мощный, поэтому я его не рассматриваю. Шестерка для начинающих, десятка для активных юзеров или для людей с нечувствительной кожей. Подростку можно шестерку и десятку. Ну, смотрите, я про подростков сказала, да, то есть по факту с 14 лет можно. Можно. С 14 лет можно. Есть ли еще вопросы? Так. Как переходить от аптечного ухода до полен на поддерживающую терапию? Рюэско бросать или переключаться на кислоты? Ой, ну смотрите, если, грубо говоря, вы достигли того, что вы хотели, вы готовы переходить на поддерживающую терапию, вы можете перейти, например, на косметические ретиноиды, используя их 2-3 раза в неделю как поддерживающую терапию. Либо вы можете перейти на ту же самую салициловую кислоту и использовать ее также 2-3 раза в неделю как поддерживающую терапию. И далее выстраивать уже дополнительный свой уход, там, базу, неоцинамид. То есть не надо спрыгивать, как говорится, плавно, да, вы можете просто закончить свой до полен, там, что у вас там, какой продукт с ним, да, и далее выстраивать просто весь свой уход спокойно. Да, вы можете перейти на кислоты, можете перейти на косметические ретиноиды. А что вы предпринимаете, когда у клиента сакна через 2-3 месяца нет никаких положительных сдвигов? Ну, мы стараемся тогда корректировать уход, да, мы стараемся пробовать новое. Я всегда, когда начинаю работу с проблемной кожей, я всегда обговариваю этот момент еще до консультации, да, что я не гарантирую стопроцентную гарантию, не даю, да, никто не может вам ее дать. Мы можем менять продукты, то есть я не бросаю человека, естественно, я не беру с него какую-то дополнительную плату, я могу ему помочь скорректировать, да, что-то заменить, добавить что-то новое, и дальше мы смотрим. Если, грубо говоря, мы попробовали и так, и сяк, и наперекосяк, и вообще никак не получается, то, естественно, ну, человек идет к термотологу, значит, что что-то не то совсем уже. Но такое редко бывает. Обычно мы что-то там одно-два заменим, и обычно идет положительная реакция. Как реагировать, как себя вести, не впадать в панику, да, потому что если паникуете вы, паникует ваш клиент, да, он видит вашу слабость, он видит вашу панику, он начинает паниковать еще больше. Объясняйте, что это тяжелое состояние в плане того, что акне, это, в принципе, всегда тяжело. Если бы акне лечилось вот так вот, да, то мы бы вообще здесь вообще не сидели и не разговаривали на эту тему. Объяснять, что нужно пробовать, что всякое бывает, что нужно искать причины, нужно смотреть. Ну, просто разговаривать, поддерживать и пытаться как-то помочь зайти с другой стороны. В блоге вы оценивали Азелаиновый Пиликс Биометрикс на четверку, насколько я помню, что конкретно вам не понравилось? Мне не понравилось, первое, очень резкий запах, прям настолько резкий, что у меня аж в глазах зарябило. Достаточно плотная основа у него, и я не увидела какого-то вау-эффекта. Ну, да, то есть я его смыла и ничего не почувствовала, ну, визуально, да. На следующий день тоже, после второго применения, ну, то есть он просто выравнивает тон кожи. Ничего с моими высыпаниями я не заметила, ничего с моими пустактами я не заметила. Поэтому, возможно, конкретно на моей коже он не работает. Другие их пилинги я пока не планирую. Ну, бренд типа салонный, да, но, скажем так, крем их ламеллярный тоже, он какой-то на четверочку, да, тут что-то я расфокус пошла. Крем у них тоже, ламеллярные эмульсии, они бывают разные, да, то есть не нужно думать, что ламеллярная эмульсия и 10 ее вариантов – это одно и то же. Нет, качество этой эмульсии, качество дополнительных компонентов, да, то есть все это играет, сенсорика, другие компоненты, которые входят в состав, все это играет тоже большую роль, поэтому, ну, как-то вот по этим двум продуктам, достаточно интересующим меня, я не заинтересовалась, скажем так, поэтому нет. Бренд PSA, что брать? У меня есть пост на их, на бренд, что у них хорошего. Если мы говорим в контексте коррекции акне, да, то вот у них PSA Clarity мне очень понравился. Миндальная кислота больше для сухой кожи, она такая, у нее достаточно ощутимая основа, коже с жирной проблемой может не подойти. Очищение мне понравилось, а так вот именно в работе с акне, наверное, больше ничего. В течение дня чувствую стянутость, при этом жирность бешеная. Это сиборея или идти к дерматологу? Нет, ну, если вас беспокоит только жирность, то идти к дерматологу, у дерматологов, понимаете, они не будут вам рассказывать про правильный уход. У дерматолога есть определенные там рекомендации, которые он может дать, да, то есть он не должен от них отходить. По поводу бешеной стянутости и бешеной жирности, это вот как раз-таки про начало лекции. Да, то есть чем больше ваша кожа сохнет вследствие нарушения барьерных функций, тем больше она в ответ продуцирует кожного сала. То есть она продуцирует кожное сало, чтобы себя защитить. Да, поэтому вы работаете на восстановление барьерных функций, на увлажнение, на успокоение. И это само приведет к себорегуляции. Ой, я забыла переключать вопрос. Ой. Clarity PSA 15 мл. Малютка. Прямо насколько экономичный расход? Малютка и расход неэкономичный. В этом ее недостаток. Согласна. Да. Ну, мне понравилось. Если не смотреть на объем и цену, то сам продукт мне понравился. Многие типа используют его локально, используют его как точечно, но я использовал его на все лицо. Это вечная борьба. Это вечная борьба. Солитилка Пола с Чойси или Пор Силюшн? Пор Силюшн. Она интереснее и она эффективнее. И с точки зрения теории, и с точки зрения практики. Поэтому здесь для меня выбор очевиден. Пола чем хороша? Чем хороша? А, чем не хороша? Ну, она достаточно маслянистая. Да, за счет полисарбатов. Она, у нее достаточно низкий паж, поэтому она многим раздражает кожу. Да, там в районе 3,8, по-моему, 3,4, что-то такое. Ну, вот как показывает практика, она все-таки проигрывает. То есть я не скажу, что она плохая. Нет. Просто если мы сравним два конкретных продукта, то и по органолептике, и по составу, и по действию все-таки Пор Силюшн выигрывает. С комедонами салициловая кислота в одного практически не работает. Она хорошо подчищает поры, она хорошо работает как противовоспалительное действие, да, сальные нити, черные точки и так далее. Но когда идет закрытый комедон, салициловая кислота в одного как соло-продукт, она малоэффективна. Когда у нас стойкие закрытые комедоны, их хорошо вскрывают миксы в сочетании с АХ-кислотами, энзимные пудры, ретиноиды, на крайняк бидзоилпероксид, да, то есть вот они хорошо вскрывают закрытый комедон. Салициловая кислота – это не флагман, который будет вас нести, вскрывать закрытые комедоны. Холлифрок сыворотки с кислотами, витамин С подходит для акне. Витамин С может не подойти, может казаться плотноватым, не было комфортно, да, но есть люди, которым, например, липковатая, они не очень комфортны. А вот сыворотка с кислотами, да, хороша, она вот как раз-таки там коктейль хороший, она очень активная, она может подвскрыть воспалительные моменты. Я вижу, там кто-то вводит еще. У нас с вами еще предстоит две лекции. Послезавтра, 26 числа, у нас с вами лекция по фолликулярному гиперкератозу, очень тоже актуальная для многих тема, и по коррекции по стакне 28 числа. Двухфазный продукт тонеры не подходит к коже склонной к акне, не сбивает поры. Нужно смотреть конкретный продукт, конкретный состав. Какие там масла, какая липидная фракция, нужно смотреть. Сертификаты автоматом или надо создать? Нет. Когда мы говорим про тренинги, сертификат выдается после проведения всех лекций, выдается сертификат о прохождении данного тренинга. Я предполагаю, что вы все-таки не просто за сертификатом, а вы внимательно слушаете лекции, конспектируете, выносите из этого какие-то положительные моменты. Что-то у меня уже пересохло в носу. Вижу, кто-то еще будет вопрос. Видимо вопрос очень длинный. Те, кто присутствует, поделитесь, пожалуйста, на каком вы этапе, посмотрели ли вы предыдущие лекции? Как вытянуть или рассосать большие подкожные кисты? Большие подкожные кисты – это к дерматологу. Киста – это всегда к дерматологу. Там нужна топическая терапия. Там часто идет комбинация дополен плюс, например, антибактериальные антибиотики. Поэтому нужно смотреть, что вы подразумеваете под большими кистами. Расскажите кратко историю свою с акней. У меня никогда не было, знаете, акней в том, что я была вся какая-то усеянная. И вот в один день я все осознала. Нет, у меня были стандартные такие пубертатные высыпания на зоне лба, носа, в этой области подбородок, что и сейчас присутствует. То есть это к тому, что акне – это хроническое, рецидивирующее заболевание. Это значит, что вы можете выйти в период ремиссии, но стресс, болезнь, неправильное питание и еще много-много-много факторов могут привести к рецидиву косметические какие-то продукты. Поэтому у меня периодически высыпания, если я всегда борюсь с закрытыми комедонами, с высыпаниями, стараюсь все это минимизировать, быстро устранить, устранить последствия. Поэтому у меня, скажем так, кожа склонная к высыпанию. У меня не было тяжелого состояния, я не боролась там сколько-то лет. То есть у меня периодические высыпания. Сейчас я помечу вопрос. У меня главный триггер – стресс. Вот стресс – это вот питание? Нет. Ни на какие продукты я не отмечаю ухудшения. Стоит мне очень сильно перенервничать, у меня всегда сразу все вылазит. Всегда была сухая кожа, никогда не было жирности, расширенных пор. После 25 лет пошли закрытые комедоны. Прошу прощения, начало лекции выпустило, но, возможно, на сухой коже акне, когда это в первую очередь про ссальную железу. Я рассказывала там, да, про это. И если вы слушали лекцию Виктории Заярной, она там как раз-таки рассказывала и про дебютирующие акне после 25 лет, возможно, поменялся гормональный фон. Возможно, да, уровень андрогенов стал достаточно высокий относительно тех же самых эстрогенов. И это спровоцировало у вас повышение уровня жирности и, следовательно, закупорки пор. Поэтому, да, такое бывает. Действительно ли это правда, что акне до конца никогда не лечится? Это на всю жизнь. Ну, по факту, да, это ваша конституция, это то, с чем вы рождаетесь. Есть люди, склонные к полноте, есть люди, склонные к высыпаниям. Поэтому, да, с возраста может становиться легче за счет того, что у вас снижается жирность кожи. Ой, не туда я так мула. Что вы точно включаете в уход, когда на лице звездец? Любимое вещащее средство для сосудхода. Но у меня всегда есть продукты, да, например, салициловой кислотой, с ретиноидами, точечные средства. Поэтому у меня остался оклив с того момента, как я лечила спину, но это лекарственный ретиноид, и я включаю его только в самых-самых крайних случаях. И после него, к сожалению, быстро проходят прыщи, но очень быстро облазит кожа. Поэтому я включаю его просто в очень экстренно разных случаях. Пробовали ли линейку Clear Cell от Image Skincare? Нет, не пробовала. Image – неплохой бренд. Мне нравится у них линейка с витамином С. А вот именно для проблем на коже ничего не пробовала. у меня еще так душно, я аж прям раскраснелась. пенка крема Трилберер сушит, хотя вы рекомендовали ее как мягкую. Это значит, что сильно разрушен защитный барьер? По факту, по большому счету, чаще всего да. То есть, либо у вас неподходящий этап, средства для первого этапа очищения, вы как-то гиперактивно, я не знаю, переочищаете кожу первым этапом, либо у вас далее не скомпенсирован уход. То есть, у меня бывает такое, что у меня есть, например, очищающие продукты, которые я использую 90% времени, они мне вообще не сушат. А бывает такое, что у меня повысилась чувствительность, на улице сильный мороз, дома сильная сухость. Все это накладывает отпечаток, и даже самый деликатный продукт может мне слегка подсушивать. Но это не продукт подсушивает, это моя кожа, в принципе, в данный период больше склонна к сухости, и она вот в этот момент раздражена, поэтому я добавляю более дальше увлажняющий питательный уход. Что будете тестить дальше? Какие бренды, какие средства? На самом деле, планов много, но пока хочу больше знакомиться с брендом Ривидерм, потому что у них очень много интересных продуктов и для кожи с проблемной, и нейрокосметики, и так далее. Сочетание азелаиновой кислоты и ретиноидов в одном уходе в разные дни возможно? Возможно. Не выполняют ли они ниже функции? У них есть перекрестные функции, но они воздействуют, скажем так, по-разному, поэтому они могут спокойно применяться в одной рутине. Ух, я уже, даже часы меня уже увели в спящий режим, потому что я в это время обычно уже ложусь спать. Вы пробовали сию скин гидрофоам клинзер? Нет, не пробовала, но, насколько я помню, сию скин беда с очищением, у них всегда очищение такое гиперактивное, гипер, гипер. Итак, если касательно темы нашей лекции вопросов больше не осталось, в любом случае те, кто смотрит это в записи, всегда могут оставить вопросы на платформе GetCourse в уроке с этим видео, и я по возможности буду на них отвечать. Если на сегодня вопросиков не осталось, то я, наверное, пожелаю вам мира, добра и хорошего настроения и пойду домой пить чай, потому что горло уже, я чувствую, начинает сопеть, но закладывает, ну и, в принципе, такое состояние уже, если честно, очень сильно измотанное, поэтому спасибо вам, кто присутствовал на этой лекции, спасибо тем, кто будет смотреть в записи, я жду все ваши вопросы, и впереди еще две прекрасные, интересные и полезные, я надеюсь, лекции, и я искренне надеюсь, что по окончанию данного тренинга у вас сложится полноценная картина по данной теме. Всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok